Итак, я включил запись. Сейчас буду отключать всем право голоса. Все помнят, что если что-то сказать, спросить, шутку пошути, историческую справку сказать, то можно нажать микрофончик, я увижу ручку. Вот. И про Турцию. Собственно, начну я. Я мог бы начать с еще предыдущей поездки в Турцию, когда я это с топом чесал, но, наверное, я это на потом, потому что там трасса на трассе Анкара. Да. Я до, наверное, до первого визита в Турцию я был уверен, что столица Турции – это Стамбул. Я знаю, что многие так думали или думают, что Стамбул – это столица, оказывается, нифига. Там есть город Анкара, который столица, но Анкара настолько ни о чем, максимально ни о чем. Город и город. То есть там есть старый город, небольшой крепость, там есть мавзолей отца нации товарища Татюрка. А так, деловой центр ничего особо примечательного. Поэтому я… Стамбул – это ван лав. Я в Стамбуле суммарно прожил, наверное, пару месяцев, а если брать все путешествия этого месяца три, я в Стамбуле прожил. И Стамбул – это просто любовь. Но со Стамбулом какой нюанс? Стамбул огромный. Стамбул, там что-то, если брать всю городскую агломерацию, он там 200 километров протяженностью и километров 100, по-моему, по вертикали. То есть он огромнейший. Я когда первый раз въезжал в Стамбул, вот мы езжаем на автобусе, из Анкары ехал, езжаю на автобусе в городскую черту, думаю, о, круто, где-то через часик буду уже в центре в отеле. Три часа. Три часа я ехал от края города до истекляля до центра города. И когда выезжал из Стамбула, то же два автвокзала. Автвокзал в центре, автвокзал на окраине. Это как, ну, я не знаю, из Харькова в Днепр ехать. То есть ты из центра выезжаешь, три часа едешь, а если днем пробки, то четыре часа, четыре часа, и ты на окраине города. Он огромнейший плюс Тамбул. Он же как? Он же город, который одновременно в Европе и в Азии. То есть делем Босфор на две части. Европейскую и Азиатскую. Европейская более туристическая, такая более вызванная, более европейская, короче, и более дорогая. А Азиатская часть, она более такая локал. То есть если хочется локалайф посмотреть, как живут местные, то это нужно Азиатскую часть, там за жилье подешевле, там все попроще. То есть там тоже, там отличная инструктура тоже. Транспорт ходит, кафешки. А если нужно европейскую часть, садишься на паромчик, минут 15-20 ты на европейской части. Кстати, на счет паромчика, что мне очень-очень нравится в Турции, в частности в Стамбуле, это транспортная система. Ты покупаешь карточку из Туркарт и по ней катаешься везде. Все виды транспорта у тебя по этой карточке, по одной. Плюс там есть разные нюансы. Типа, если ты делаешь пересадки в какой-то промежуток времени, если у тебя пересадки в небольшой промежуток времени, то ты за пересадку на другой вид транспорта не платишь, она считается бесплатным. Очень круто. Но один, вот ровно один нюанс, который мне не понравился. Эту карточку нельзя пополнить онлайн. Вот только автомат, автомат и наличку. То есть если у тебя только крупные бандноты, тебе нужно разменять, а пополнить нужно на мелкую, тебе нужно разменять. Или в газетный киоск, и ты даешь там 200 лир, допустим, говоришь, мне пополнить на 50. И тебе пополняют на 50, дают сдачу. Вот. А теперь к Стамбулу. В Стамбуле был городин, когда мы прилетели. Стамбульские завтраки. Стамбульские завтраки – это то, что в два лица сожрать практически невозможно. Ты берешь завтрак один, тебе приносят поднос кучи-кучи-кучи-кучи мелочи, там сыр, оливки, колбаса, овощи. Отдельно огромная корзина с хлебом свежим. Обязательно. Чай безлимитный, то есть ты выпил стопку чая, тебе безлимитно его доливают. Какая интересная. Турецкий завтрак, я советую в Стамбуле брать, хотя бы взять хотя бы раз, то, что называется, Turkish breakfast. Это можно наесться вот так вот, на какие-то смешные там 5-6 баксов. Можно наесться до ужина просто. Да, да, я вижу. Включаю. То же самое я могу порекомендовать в Берлине. В Берлине лучше всего завтракать в турецких кафешках. Я там и завтракал, и обедал, и ужинал. Да, и это не только в Стамбуле, как ты понимаешь, во многих городах. Я вообще в Берлине пытался в основном либо турецкой, либо индийской кухни, там это дешево, вкусно и отлично. Поэтому да, да. И турецкая кухня вообще рулит. Есть такой стереотип, что турецкая кухня это в основном там мясо с хлебом, какой-нибудь донер, кебаб, шаурма, шаверма. Нет. Турецкая кухня, она вообще богатая и разнообразная. Плюс есть большая разница между кухней юга Турции и кухней севера Турции. Север Турции, район Карабинис, там кухня лучше, по моему мнению, чем на юге. Потому что на севере там больше овощей, больше молочной, а южная помеднее. А это последнее фото легендарного терро-инкогнитоского рюкзака, фрамовского, который, ой, этот рюкзак увидел, ну, десятка три стран он точно увидел, и в египетском аэропорту в Хургане он сказал до свидания. У него отвалилась спина. После этого франка и шла на чемодан. Рюкзак этот пережил, блин, сколько ему лет, лет десять, он видел всякое говно, немногие люди столько всякого говно видели. Вот. Котики. Котики в Турции это культ. Они везде, они ухоженные, они упитанные. Есть специальные люди, по крайней мере, в Стамбуле, которые присматривают за уличными котиками, там их вычесывают, кормят. Очень много будочек, домиков для котов, в том числе зимние, с подогревом, автоматы, где ты сдаешь бутылку, пластиковую и стеклянную, где насыпается порция корма кошачьего. То есть ты выпил там напиток на улице, бутылочку, автомат вкинул, получил жмень кошачьего корма и котиков покормился. Котики там просто everywhere. А почему? Может, пророк Мухаммед сказал, что котики? Это святое. Котиков обижать нельзя. Есть даже такая легенда красивая, что пророк совершал намаз и ему на полу плаща сел котик. Потому что, чтобы не успокоить котика, отрезал просто ножом в плаща и пошел себе дальше, а котик остался спать. Легенда очень милая. Вот. Это типичный Стамбул, который не туристический. Вообще район в церкви поселился, как я потом узнал, называют Стамбульским гетто. Ужасный район Биуглу, страшный, ужасный, там беженцы всякие, эмигранты, милейшее, прекраснейшее место. Да, там всякие ребята, арабские ребята, восточные ребята, индийские ребята. Ну, там атмосфера такого. Веселого интернационала, если никто, я опасности там не чувствовал. Чтобы вот ты шел там вечером и ночью домой и чувствовал, что прямо можно сейчас попасть на приключения, два месяца прожили не чувствовал. При этом райончик, там Лжиен, хорошее, недорогое, и до центра тебе идти минут 20. Если считать, если брать за центры истекляли, если брать Султан Ахмед, там где основные смещательности, то на автобусе минут 15. Highly recommended. Как говорится. Фрукты. Фрукты, это фрукты в центре. И ценник в 3-4 раза выше, чем на рыночке у меня, на райончике, который типа местный. Это было очень смешно. С фрукты, кстати, в Турции все отлично. Особенно с Инжиром. С Инжиром все офигенно. Инжир – это фишка Турции, она клевая. Особенно клевая, я вам уже говорил, повторюсь. Инжир офигенно заходит в здоровье. Голубой сыр с плесенью, развязаешь инжирчик, кладешь скибочку сырника с плесенью. Охрененно. Просто охрененно. Ну и в целом в Турции с влачами, с фруктами хорошо. Это уже центр, но в Стабуле есть условно два центра. Есть центр туристический, который площадь Ипподром, вот Ая-София, Голубая мечеть, вот это все. И есть центр местный, который из Текляль. Истекляль – это такая большая длинная улица, полностью состоящая почти полностью из кафе, магазинов, магазинов, кафе, кафе, магазинов. Но попадаются такие шутки, церковь Святого Андрея. Очень клево, ее можно пройти мимо и не заметить, но она клево. Еще один фреский специалитет – семиты. Семиты – это бублики. Это сдобные бублики с кружу, с лаком, всяким бывают. Их продают вот так вот на улице. Их лучше брать утром, потому что к обеду они уже чуть-чуть тверденькие, к вечеру уже вообще твердые. Стоит это одну лиру, что по нынешнему курсу, кажется, 4 гривны, если не ошибаюсь. Там у них курс немного поднимался, когда я был. Клевая штука. Ты утром выходишь, берешь свежий еще горячий ароматнейший семитик, берешь где-нибудь турецкий кофеек или чайок, и вот тебе заварочек. Такой универсальный турецкий стрит-фуд. Это я просто фоткал дворы Стамбула. Я Стамбул прилетел из Египта после 7 месяцев карантина, после 7 месяцев жизни в пустыне. То есть я вышел на Мешакташ. Залив, мечети, корабли, люди, вот это все. Я в прослезился. После 7 месяцев в пустыне тут моя любимая Турция, мой любимый Стамбул. И как будто и не было ничего. Вот у меня сегодня были похожие эмоции в центре Харькова, кстати. Выпал с меня фото для Инсты. Типичные, типичнейшие стамбульские бочки. Лестницы, внешние винтовые. Мужчики сидят, чай пьют. В общем, мужчики сидят, чай пьют, кальян курят. Это характерная гардира. Вот спуск на Бешепташ, спуск к морю. Мой любимый парк, это парк называется Мачка. Турецкая, по-моему, незалежность. Парк незалежности. Большой-большой парк. Чем меня подкупают турецкие парки, особенно после харьковских парков, если вы понимаете, о чем я. Там можно сидеть на газонах. Ты приходишь в парк, просто садишься на травку и занимаешься своими делами. В шахматы играешь, йогой занимаешься, с друзьями болтаешься, на столке играешь. И что еще клевое, на входе в парк можно взять в аренду стульчик, трепичный раскладной столик. Можно купить какой-то перекус, взять скатерть, в аренду. То есть, если ты настоящий стамбулец, если ты живешь там, то у тебя обязательно в доме есть раскладной стул, набор раскладных стульев, стол, набор для пакетника, обязательно. А если ты не местный, если ты понаехавший, ты просто берешься все в прокат на входе в парк, за какие-то вообще копейки, чтобы жопку об траву не пачкать, и кайфуешь, кайфуешь. Опять же, после Египта, после пустыни, это был дичайший кайф. Вот Бешик Таш, прекрасный райончик. Это вид на Стамбулу из кафешки. Очень много кафе в центре, на верхних этажах, террасами ты сидишь, завтракаешь свой прекрасный турецкий завтрак и наблюдаешь на прекраснейший город Стамбулу. Там же в кафе-сувенирка всякая. Котики. Без котиков никуда, без котиков нельзя. Вот опять типичный турецкий завтрак. Да, это один завтрак. На двоих как бы берется, но по ценнику это не два блюда, это одно блюдо. One Turkish breakfast. Я очень редко это все осиливал. Мы вдвоем очень редко это все осиливали. Церквы. В Стамбуле, кстати, довольно много христианских церквей, то есть не мечетями едиными. Христиан солидный процент. Вот. Это же церковь. Это, на самом деле, известная церковь. Когда приезжал Папа Римский из какой-то миссии, в нулевых годах, кажется. Там его, там, вот эти вот стенды на входе, там как раз фотографии Папы Римского, который ручкается с местными мулами и имамами. Я все забываю, кто главнее, мула или имам. По-моему, мула. Неважно. Минус там было, особенно если ты с чемоданом. Он очень неровный. Там очень много спусков стоит на холмах. Очень крутые спуски, подъемы. Кое-где есть лестницы. Кое-где ты просто пешком идешь по брусчатке под углом градусов 45. Там подъемчики такие были. Я думал, у меня пупок разбежется с чемоданом. Чемоданчик у меня был, у меня, у Франча, чемоданчик был 20 с копейками кило под конец путешествия. Там все, что накопилось за 4 года. Вот, и ты эти 20 с чертом кило тащишь по брусчатке на подъем удовольствия то еще, я вам скажу. Вот. Вот он и стеклян. Центральная улица, где можно офигенно зашопиться, офигенно поесть, покататься на трамвайчике. На трамвайчике можно даже сзади, на колбасу, да, говорят, на колбасу заскочить сзади, зацепиться за него, проехаться немножко, отцепиться. Улочки Стамбула. Котики, 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 котики. Да, этот магазин, как вы понимаете, я сфоткал тупо ради названия. Там еще чуть-чуть вниз по улице есть магазин кожаных товаров всякой куйни, то есть железных штук, называется Моря. Выполнили, да, коты, они... Галатская башня. Там вверху музей. И ее иногда используют в качестве экрана. В домах напротив запускают проекторы и на кирпичную стену ценную проецируются какие-нибудь там концерты, клипы, просто световое шоу. Очень прикольно смотрится. Это один из самых хипсерских районов в центре, район Галаты. Там очень удобно жить, потому что до всего близко, ты в центре живешь, у тебя куча кафе, достопрощательность и всего рукой подать. Но дороговастенько. Стрит-арта много клевого. Турецкие светильники. То, что стоит тащить на свинирку из Турции, турецкие светильники. Они офигенные. Это Айя-София. Храм со сложной историей. То есть это был крутейший христианский храм на территории Византии. Потом он был мечетью, потом снова храмом, потом снова мечетью, потом храм-музей. И сейчас Айя-София снова музей. Ой, снова мечеть. На этом было очень много води в интернетах, что ай-яй-яй, как так. Сделали мечеть из храма. Я считаю, что просто история идет своим чередом. Почему бы да. Очень-очень потрясающе красивое здание. И пока это был храм христианский, вход был платный. Но когда это стало мечетью, вход стал бесплатный, потому что пророк не одобряет. В мечеть нельзя делать платный вход. И я, когда приезжал в Табуу в прошлые разы, я на Айя-Софию не ходил, потому что цель нечет был для меня в тот момент высоковато. А в этот раз я гуляю по ингрессу. Игрушка такая на смартфоне, чтобы по городу бегать. Тыкаю в экранчик, и у меня там миссия, нужно пройти на территорию. Я смотрю, пропускного пункта нет. Наверное, он дальше. Прохожу дальше. Ну, таким образом, я зашел внутрь уже в саму Айя-Софию. Меня никто не остановил, билетов, ничего. Я такой, э-э-э. Захожу в интернет, гуглю, ага, уже бесплатно. Клево. А это молящиеся. Вечерний намаз. Молящиеся перед мечетью. Они все мечетники вмещаются. И поэтому на площадь, вся площадь молящихся. Очень красиво, когда намаз, там, муэльзин с пиналеток кричит, и через площадь другая знаменитая мечеть, голубая мечеть. И с задержкой секунд на пять ему отзывается другой, муэльзин, и так перекрикивают. Очень-очень-очень красиво. Я обожаю это место. Вот там же на углу трамваи стамбульские, которые безумно крутые. Трамвай, который не дрифтует. Харьковщане поймут, он не дрифтует, не прыгает на кочках, потому что кочек нет. И рельсы ровные. Так можно было. Крутой трамвай. Сувенирка, сувенирка. Ага, вижу. Включаю. Ты сейчас вообще какие-то ужасные вещи про трамвай рассказываешь. Так нельзя. Так не бывает. Благохульствую, да. Кочувствую. Да, включил. Сделаю тех, включил. Да, слышу. Ау, меня слышно? А сейчас слышно, да. Блин, у меня опять какой-то случился. Капец. Если жить где-нибудь недалеко от Босфора, или там на самом деле есть Босфор, и сбок от него ходит пролив золотой рог. Там вообще два пролива, не только Босфор. Вот, два чайки. Вы когда-нибудь слышали, как орут чайки по утрам? Или по вечерам? Это же капец. Они там наглые. Это я в кафешке сижу, они на стол садятся. Наглые, орут. Не люблю чайки. Мне кажется, ни один житель или человек, который прожил и в Приморском городе какое-то время, не любит чайки. Одна из достопримечательностей центра Стамбула – это пассажи. Пассаж – это такая сквозная улица. Стена идет через весь район, насквозь, и там иногда магазины, иногда кафе. Это один из самых старых, нет, один из самых старых пассажей на всеми стеклялям. Их там несколько, некоторые посовременнее, некоторые постаршие. Снаружи прикольные, внутри это просто рыночные ряды, все, а снаружи вот такая вот интересная архитектурная штука. Жареные каштаны, тоже стрип-фуд. А мессир – это на местном кукуруза. Продают жареные каштаны и жарят тоже кукурузку. Да, здесь в этот раз будет много котиков. Находиться в Турции и не фоткать котиков, тоже считаю, как я чувствовал. Помните, было такое, да, и коронавирус? Эх, времена были. Эх. Вот обычная турецкая кафешка, они там таких ложечек, они такие небольшие, там, два-три столика, а может внутри еще что-нибудь. А они такие уютненькие, такие милые. Сидишь за этим столиком, бьешь кофе. Насчет кофе, я в Турции подсел на кофе с мастикой. Я не помню турецкое название, но есть такая штука кофе. Но это кофе с сосновой смолой. Звучит странно, да, я понимаю. Звучит это очень странно. На вкус это прикольно. Это кофеек с таким хвойным привкусом, оно интересно сочетается. Вкусно. Церковь называется Крымская. Это Крымская церковь. Я не помню в честь кого она построена, но это исторически связано с Крымом. Потому что Турция, у Крыма довольно сильные связи с турками исторически по понятным причинам. И в самой Турции местами это тоже видно. Ты для себя фоткал просто джаз-фест. Видите, в турецком буква си, значит, слово читается как джей. То есть это не каз, не цаз, это джаз. Вообще турецкий язык довольно простой. Турецкий язык, он состоит из суффиксов. То есть есть базовое слово, и ты к нему добавляешь один суффикс, это получается глагол. Добавляешь другой суффикс, это получается существительное. Если ты понимаешь принцип словообразования в турецком и знаешь эти базовые суффиксы, тебе очень легко понимать язык. Но если переводить фразы с турецкого на русский или украинский, получается, что у них порядок слов задом наперед по сравнению с украинским. Я пью чай, в дословном переводе с турецкого будет чай пью я. Я язык магистра йоды. Галацкий мост. Наверху рыбачки рыбу водят, а внизу кафешки рыбу жарят и продают. А это просто спальный райончик, он не туристический, это я вглубь саму, опять же, по ингрессу ездил. И там римский акведук, по-моему, то ли второго века, то ли четвертого века. Это обычный спальник, спальный райончик, обычные дома, мужички сидят и чай пьют под римским акведуком, которому почти две тысячи ездил. И он здоровее, но длинный такой. Вот, идет, идет, идет. В Турции в целом, в Стамбуле сейчас, ты гуляя можешь случайно вступить в историю. В какие-нибудь постройки греческие, римские, византийские. И это клево. И они почти не в день не огорожены заборчиком, они просто есть. Вот просто остались какие-то следы предыдущей сперлизации, и они просто стоят в городе. Все. Это у меня вылетело с головы, есть райончик тоже интересный. Там цветные вот эти домики, однобалконные. Считается одна из самых инстаграмных локаций Стамбула. Как вы видите на этой фото, чтобы пофоткаться на фоне этих домиков, нужно занимать очередь, чтобы постоянно либо фоткаются, либо снимают сериал. Турция очень любит кино, очень любят сериалы, это свое производство. И у них оно мощное. Не уровни Индии, не Болливуд, но рядышком. У меня даже из знакомых есть некоторое количество фанатов турецкого кино, которые разбираются, актеров узнают, следят за их жизнью, ждут новые сериалы. Это не только великолепный век. В Турции есть другие сериалы, кроме великолепного века. И этот район, в том постоянно съемки, съемки, съемки какие-то идут. Единственное, что он тоже на холме, и там ты постоянно либо поднимаешься, либо спускаешься, вверх-вниз вечно. Да, жить в Турции, в Тамбуле, сейчас в Турции, в общем, очень сложно найти жилье так, чтобы в 5 утра ты не слышал намаз. Ну, ты не намаз, он с рассветом. То есть где-то частиков в 5, полпятого, полшестого утра, где-нибудь под домом, с ближайшего минарета, тебе обязательно будет холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм. Некоторых раздражает. Я знаю, некоторых вот дико раздражают, кричат постоянно. Мне нравится сам призыв на намаз, он мелодичный, красивый, почему нет. И привыкаешь. С первых дней, да, ты в 5 утра просыпаешься. Здрасте, доброе утро, правоверное. А потом привыкаешь и просто, как воздушная тревога в Украине. Не замечаешь. Да. Я хотела сказать, просто есть категория людей, которые покупают квартиры с окнами во двор, а потом их там раздражают детские крички, почему-то днем. Которые покупают квартиры во двор, раздражают звон колоколов и прочее. Ну, да. Вообще, многих людей просто раздражает. Все. Да. Флаги, они везде. И турки, они вообще, они те же эмоционалисты. А, простите, патриоты. Потому что товарищ этот тюрк, он вообще боролся за чистоту языка, чтобы убрать из турецкого языка больше, чем заимствование из иностранных языков. И он был тот еще Степан Бандера. То есть он в Турцию сделал очень эмоционалистичную настроение. Я не считаю, что это плохо. Но это сразу, когда нация самоопределяется и не агрессивно в пределах своей страны прокачивает самоопределение, я считаю, это здорово. Вот в Турции эмоциональная самосведомость, гордость за свою страну, она очень высокая. Они любят свою страну, и это выражается не только в вывешивании флаг. Эта кафешка попала в книгу рекордов Гиннеса, как кафе с самой большой коллекцией бутылок винтажной газировки. Вот у них фишка. Всякая винтажная газировочка, они коллекционируют бутылки, там внутри тоже очень много. Любопытненькая локация. А район вообще цыганский. То есть в этом районе самый высокий процент цыганского населения в Стамбуле. А где фиарные лавочки? Это уже, кстати, много добра. Мне очень понравилась надстройка. Я не знаю, какого она года, века, но выглядит очень старинной. Это по совместике с выгодами самых старых районов Стамбула, там недалеко стены. Великая стена императора Юстиниана, на которой я расположился совершенно случайно. Устрицы. Устрицы, их при тебе раскрывают, поливают лимонным сачком, иногда еще фаршируют вареным рисом. И тоже еще один винт уличной еды есть. С уличной едой, с уличным перекусом в Турции хорошо. Хуже, чем в Азии, но тоже здесь по-неплохо. Устрицы, простите, миги. Это я в книжный зашел. Просто домик красивый. Ничего особенного, просто красивый домик. Хамамы. Еще одна фишка о Турции, по которой все знают, это хамамы. Это самый старый хамам, не помним в Турции, мы просто в Стамбуле. Но так как он самый старый хамам в Стамбуле, то там место нужно бронировать за месяц по-хорошему. Ну, так как это был еще частичный гарантин, хамамы были, к сожалению, закрыты. В Стамбуле хамамов очень много. И, как и за многие вещи в Турции, за хамамы стоит торговаться. То есть тебе сходу сведет рис, тебе сходу. Если вам мое частное хнение, можно постоять, поболтать, погоду обсудить, политику, 20 евро. Еще постоять, поболтать, сказать, какая тут, тут очень бюзель, тут очень бюзель. Турция красивая страна, 15, я максимум убивал на 15 евро в прошлой поездке. Но, возможно, можно еще ниже. Значит, в Турции нужно торговаться, как и во всех восточных странах. В Турции приветствуется торг на рынках, в магазинах. Торг очень приветствуется. Если ты не почетни, у которого там 5 минут на магазинчик, ты гуляешь где-нибудь по Галтасараю или по Истеклялю, подходишь к какой-нибудь магазину, делаешь задумки, что вид, где выходит хозяин. Выносят на подносике чай, рахат луку, баклалу, турецкие сладости. Тоже на себе чайок выносят. Вы пьете чай, кушаете турецкие сладости и торгуетесь. Это огромный плац культуры, неотъемлемая часть культуры. И если это вам нравится, то в Турции как можно дикий факт с этим словить. Котики давно здесь сидят, судя по всему. Уличный продавец персиков. Вот такие маленькие турецкие персики. Вот такие маленькие турецкие персики. Это, чтобы вы понимали, кстати, конец сентября. Ужасный эмигрантский район. Куры прям по улице бегают. Ура, с ужас. Фоточка со мной, фоточка без меня. Вот там внутри одного из пассажей. По-моему, это цветочный пассаж. Один из самых красивых. Но со торговыми точками красота немножко теряется. То есть, да. Скульптуры вверху. Похожий пассаж, кстати, похожий есть в Одессе. Вот на Дерибасовской там можно завернуть. Он там угловой. Не помню, это залазится. Но очень-очень похожий. Тоже застекленная крыша. Он, правда, пошире кажется. Если будете в Одессе, советую. А Дерибасовская налево. Стамбул очень клево фоткать за счет того, что город холмистый, много возвышенностей, очень много красивых видов. То есть, ты поднялся на первый павшийся холмик, и вот перед тобой весь район, а то и полгорода. Вот кофе с мастикой. Тут на фото не видно, что это кофе со смолой. Но это кофе со смолой. Меня так удивлялись. У меня была любимая кофейня. Я после дома доходил, я постоянно заказывал. Когда понял, какая офигенная штука кофе со смолой, я постоянно заказывал. Местные такие, фига себе. Обычно он никому не нравится. Поживить в Турции свое. На тему карантинных мер. Кстати, карантинные меры в Турции были реализованы очень хорошо. Бесплатные маски. Исходящие фигачки. Бесплатные маски раздавали. Не на каждом углу, но было много точек, передвижных точек, где раздавали бесплатные маски. Санитайзер. Санитайзер. Гениальная простая. Чтобы ты своими грязными ручками, на которых там коронавирус, не трогал флакончик, есть педалька. Ты нажимаешь на педальку, педалька нажимает на диспенсер, и ты получаешь антисетник, не прикасаясь к флакону руками. По-моему, это гениально. Турецкий обид. Это как раз кухня с севера Турции. Я нашел столовую, столовая быстрого питания. К родинистской кухни, традиционный меджемек чарбаси, чечевичный суп, фаршированные баклажаны. Баклажаны, кстати, в основе большинства блюд с северотурецкой кухни. И всякие овощи. И чай, 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 чай. Вот это начало улицы Истекляль, площадь Истекляль. Просто кадр красивый, просто нафиг. Кабан в переводе с турецкого пальто. Кабан, 345 лир. Одежда, кстати, в Турции очень дешевая. Я большую часть, как раз был осенью, и только из тропиков, я большую часть осеннего гардероба купил именно в Турции. И это было очень дешево. За 100-150 гривен ты можешь купить рубашку, ледорогу, кроссы. Я у нас ходил в магазины той же сети, например, в Айкике. Это турецкая сеть. Четон, Манга, они тоже у нас есть. Пока я имею в Харькове. И ценники в турецких магазинах в Харькове 3-4 раза выше, чем в магазинах в Стамбул. Многие летают, если есть дешевый рейс, то есть тоже Киева я знаю, в Стамбул летают. Тут на шопинг закупиться вещами, потому что даже с ценой на перелет, а если ты берешь лоу-кос, там можно бакс за 10 долларов закупиться вещами, одеждой в Турции намного дешевле, чем закупиться в Украине. И, конечно, турецкие сладости, куда без них. Кто любит сладкое, запасы кислотки будут в количестве. Совершенно магические. Абсолютно. Я, кстати, в Турции узнал, что турецкая баклава, настоящая баклава, и вот эта вот баклава бедовая, которую в Крыму на пляже втолкают, это вообще разные вещи. Они разные, как на вид, так и на вкус. Вот это вот настоящая турецкая баклава. Это самая популярная, это фисташковая, зелененькая. Шоколадная с фисташками. Просто баклава. Кунафа. Вечерний Стамбул. Вечерний Стамбул это тусня. Там есть ряд улиц, которые состоят полностью из баров. Постоянно живут музыки, какие-то сейшены, концерты, рок-н-ролл, пиво, кальян. Если хочется потусить nightlife, бар-краулинг, как говорят в Европе, то в Стамбуле есть прекрасное для этого места, просто отличнейшее. Пассаж. Очередной пассаж. Это самая старая сеть турецких сладостей в Турции. Самая известная Хаджи Исмаил. Коты. Просто на входе в магазин лежит кот. Потому что он может. Это очень известный турецкий пауз. Я даже когда-то на Ютубе видел его видяшки. Мне предлагала лента Ютуба. Он известен тем, что он довольно крипово улыбается. Он когда готовит, он постоянно смотрит прямо в камеру и довольно крипово и как-то улыбается. Приклеенная какая-то дыбочка. И он готовит огромное блюдо. То есть там пицца пятиметровая, шаурма трехметровая. И это первый ресторан, который он открыл в Стамбуле. Он там уже не работает, не готовит. Изначально он там работал, пока не стал лифтублогером. Котики. Мыльца. Мыльца ручной работы, по-моему, пять лир. Переводим на отечественные 20 лир. Мыльца полностью натуральная, без консервантов, красителей и ГМО. Это дворец Толна-Бахчия, часовая башня. И рядом дворец, вот тот самый дворец, в котором был очередной раунд мирных переговоров между Россией и Украиной недавно. Вот, Дастин, ты говорил, что я кощунствую про трамваи. Смотри, вот трамвай, в который вход на уровне земли, прикинь, то есть тебе не нужно карабкаться, если там disabled, то есть там на коляске или с ногами просто не очень, и тебе не нужно карабкаться, ему надо вот по поручню на ступеньки забираться. Так бывает. Да. Я же тоже катался в берлинских трамваях, например. Я все это прекрасно понимаю. Ну, что ты меня за дикого вообще принимаешь? Ну, Харьковский трамвай, это же уже символ, это уже мем. это культурная единица, неотъемлемая, то есть со всеми ее страданиями и со всем вот этим вот дрифтом, понимаешь. Травайный дрифт. Вот, вот, вот дворец Долбабахче. Я честно скажу, я не любитель подобного, то есть да, там дорого богатого, там дорогие комнаты, обставленные дорогой мебелью, с дорогими картинами, дорогими люстрами, дорогими туалетами и все это. Я не фанат подобной эстетики, мне что, номера так в свое время-то не зашло, но окей. Ребята, у вас есть дохрена денег, вы построили дохрена дорогую локацию. Ок. А, и в этом дворце умер король отец нации Мустафа Кемаля Татюрк, а умер он от цирроза печени, потому что отец турецкой нации дофига бухал. Оттого и уберем. Трамбачки. Свидетельник. Вот это самое недооцененное, на мой взгляд, но, как по мне, крутейшее, самое пытающиеся там было, мечеть называется Суренгия. Довольно далеко от центра, поэтому там очень мало туристов. туда нужно просто приходить и сидеть. Там парк, вид на залив, о чем мечеть известна, интересно. Во-первых, я построил Рокслан. Во-вторых, вы сейчас видите гробницу Рокслана, вот той самой Роксланы, которая украинская жена турецкого султана. я погуглил про нее в свое время, оказывается, виночка там такого жара задавала она. Во-первых, это первая, первая наложница султана в турецкой истории, которая стала официальной женой. То есть, до этого наложницей жены было брать как-то не принято. То есть, они рожали султану последников, все такое. Официально с ними брать было как-то нехаляльно. А Рокслана, я скажу, что украинская жена, сказала, так, или ты мне женишься, либо возвращаюсь до феминистки. Из Чигирина, кажется, там разные есть версии, откуда. Либо ты меня делаешь официально женой своей султанской, либо я обратно в Украину. Да, включаю. Ага. Вспомнилась фраза «Шукай меня в Черкассах, я буду у мамы». Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это именно про то. Это именно про то. И она там, она вообще была меценаткой, она построила медресе, то есть школы по всему Стамбулу, какие-то хамамы, мечейки, занималась, благотворилась. Первая леди здорового султана. Очень интересный исторический персонаж, очень интересный. И вот в честь Сулеймания во дворе похоронен Султан Сулейман и Самара Савана. Кладбище светлейших персон. Турецкие надгробия, мусульманские надгробия, они вот так выглядят. Такой круглый столбик. Я не знаю, что означают такие надбисти. Наверное, что-то из Корана или из Сур или из Аят. Наверное, какие-то священные письмена. Но не суть важна. Это вид с мечети. Другую часть мечети, она огромная. Мечеть Сулейманья. Она клевая. И самая крутая, бесспорно, самая крутая, это Ая София, если брать историчность, красоту, интерьера, ля-ля-ля. Там обычно дофига народу. А вот здесь народу немного. Можно посидеть, поавтыкать, на массы на массы вершить. Вид с мечети на Босфор. Вот это вот Босфор горизонтальная по узкой воды, которая на левую нижнюю глухую, это уже взрыв золотой рог. Это уже не Босфор. Хюрем это турецкое имя Рокслава. Вот это ее гробница и ее кинотав, по-моему, называется правильно. И вот из Рогатина. По версии турецких историков она была из Рогатина, из под Рогатина Александра Лисовска. Камерлина Эзерак Солана. Вот это ее мазолей снаружи. Слева это ее, справа это не уже ее. И вот мечеть Сулеймония внутри. То есть внутреннее помещение. Мечеть же как-то там есть. Внешние стены, потом внутренний двор с фонтанчиком для умывения и внутреннее помещение. Вот видно Стамбул со стерн мечеть Сулеймония. Вот это слева европейская часть, справа за Босфором азиатская часть. Вот там внутри Сулеймония. Но внутри она мечеть, да и мечеть в средней степени красивости. Да, росписи, да, имена обязательного, печати. это печати с именами Аллаха. По-моему, шесть штук обязательно под куполом мечети. витражи. ага, вот. Витражи. Красиво. Но я потом вам покажу Алиасофию внутри и вы поймете, что по сравнению с Алиасофией это три пика. Все там же, все там же, все там же, это много фотков, вот она снаружи. Вот это те самые стены императора Юстиниана, то есть первые стены Константинополя, то есть когда еще там был не Стамбул, а Константинополь, там был великий император Юстиниан, который шороху навел в своей реперии в Европе, ух, он там на Болгаров ходил, на Албанцев ходил, на Крым ходил, везде ходил, везде наследил, вот, и он построил первые стены Константинополя, вот эти вот древнючие-древнючие стены, которые сейчас просто они, это как первая окружная Стамбула, у Стамбула несколько окружных, и вот первая окружная вот эти вот стенки, сейчас я включу свет, осталось теперь, а как я их нашел, я тоже, я не купил на карте, их помогут на карте и нет, вот, подключательности, а также про Ингресс убегал, кастин я пойду, когда ты, когда ты собираешь баннер, то ты иногда можешь забрести такие интересные локации, она говорит, мама, ты, я в Стамбуле, так как я там долго жил, я там собирал несколько баннеров, турецкий герб собирал, герб Стамбула, очень красивый баннер, кстати, вот эти стены, под которыми живут бомжи, да, это бомжи живут, ты простой стамбульский бомж, ты живешь под стеной, которая 2000 лет, пассивные, толстые, но в свое время эту всю красоту вынесли, знаете кто, скандинавы, скандинавы в свое время добирались до Турции, выносились там варяги, вместе с скандинавами, Вейхи Олент, кстати, там тоже засветился на штурме этих стен, там щит пород обребивал, просто мужик продает посуду, тут же ее чеканят на улице и тут же ее продает. Если кто-то был в Черностах, кто скажет мне, что это очень похоже на черновистский вируситет и внезапненько это греко-катрическое какое-то учебно-религиозное заведение, какая-то церковная приходская школа, опять есть стены, я сфоткался под стеной для понимания масштаба. Это вид сокружной, это я вышел на трассу, вид стакады сокружной на древние стены Константинополя. Снова пошли булочки стамбула. И все бы было вообще идеально, если бы эти вечные подъемы, спуски, спуски, подъемы, подъемы, спуски, бедные мои коллеги. Безумно фатгенично так задабываешься по этим подъемам ходить. А, где ставится? Вот эта картина, я умилялся, это котик застрял где-то на крыше, вот на плюще, и приезжали пожарные, чтобы снять котика с крыши. Это было очень мило. Турецкий базар, он же спайс базар, он же базар специй, раскрученное туристическое бесполезное место. То есть он типа дофига древний, 18 века, и там продаются действительно специи, сладости, магнитики, футболки, все цельно, в среднем в 4 раза выше, чем в менее популярных локациях Стамбула. То есть на миссер базар стоит сходить поглазеть. Там красивое помещение, красивый свод, расписной, все клево, но шопиться там я не советую. Можно завернуть за угол, пройти квартал и скупиться теми же сладостями, специями, с винирами в 4-5 раз дешевле. Да, включил. Слушай, ну, по сравнению с остальным Стамбулом, базар 17 века как-то не такой уже и древний. Скажи, да? Я там знаю всякие цистерны 4 века, стены 2-4 века. Я тоже немножко шарю за географию Стамбула, просто еще не долетел. Советую. А 17 век как-то уже и не то. Вот я, кстати, о том же. Там есть еще Грамбазар, который большой базар, и он пижа, он красивее. Да, чай. Чай. Лавандовый, чай, ромашковый, чай. Детокс. Детокс Ти, он тебе дает детокс, то есть, очищает твой организм. Угадайте, каким образом он очищает твой организм? Да, он мочеговый. Что такое лавки, яхозу? Босфор. По Босфору можно покататься на туристической лодочке за 30 баксов и по тому же маршруту на обычном местном пароме за 3 бакса. Почти такой же паром, только без русских туристов. По тому же Посфору также плывет, но так как он не туристический отда локолов, то стоит он в 10 раз дешевле. Я нрав. Все прикольно, прогулка длится часа 2, доплываешь до Нискру, до края Стамбула, почти до края Стамбула, а потом ты ешь обратно вдоль берега, наблюдаешь всякие дворцы, старинные районы, и новые районы, небоскребы, чайок покупаешь. Вот. Лывешь в Босфору, смотришь на Стамбул, ветерок, брызги, чайкин. Вот за этой башней в том районе я жил первый раз, когда приехал в Стамбул, и до центра часа полтора добираться в район еще прикольный. Босфор. Можно взять с собой Смит, покидать крошки и чаек покормить. Можно на старинные дома подвозить. Мне очень нравится дом под мостом. Дом над мостом, дом под мостом, дом возле моста. Очередная старинная крепость 2-4 века. Дворец дома Бахче Винсбосфора. Очень много фото Бахче Винсбосфора. Ага, вижу. Включил. Ты так говоришь, и череда крепость 2-го века, и я поняла, что сомн пиздец какой старый, но мне интересно, почему он уцелел? Типа, есть какая-то там версия, теория, объяснение, почему так много всякого 2-го, 3-го века и так далее? Потому что Стамбул дохрена древний, потому что там люди жили еще тысячу-две тысячи лет назад, очень много крепостей, потому что они очень любили воевать. Нет, это я понимаю, но просто за две тысячи лет дохрена чего такого, которое было у нас и так далее, где-то по Европе например, разрушено. Турцию никто не завоевывал, понимаешь? Турки просто, ну как никто, там были, были периоды, когда на них там набегали, те же варяне набегали, все, но в целом, по Турции не особо воевали, а это они со всеми воевали, а до них никто особо не доходил. варяне набегали, они же там задавали тонн всему региону на протяжении тысячелетия точно они там поджигали нереально, буквально в смысле. Да, Достин? 1400-х и аж до 20-го века они задавали тонн. Вот полторы тысячи лет, да. Вот, а выстроило оно все, потому что оно из камня, как, например, Иерусалим, как, например, тот же Рим и все остальное. В Риме тоже очень до хрена чего древнее. Да, я тебе скажу, и в Греции тоже, и в Алмании тоже. В той части Европы в целом до фига чего древнего, потому что просто места с богатой историей. Чай. Чай в Турции это культ. Это называется бардак чай. Вот такая стопочка очень крепкого чая, который традиционно в Турции пьется с сахаром. Я не люблю чай с сахаром, но в Турции как-то заходит. А это, чтобы вы понимали, это просто переход через дорогу. Там внизу под мостиком трасса, а это переход через трассу. К слову об урбанистике. Стамбул, это не Сингапур, он не настолько идеален, но мне кажется, Стамбул один из хороших примеров грамотной урбанистики, грамотного городского планирования, удобной городской инфраструктуры. Это просто ты переходишь через дорогу по микропарку такому. Вот, это переход, это дорога под переходом. Я считаю, это клево. Честно, там было очень зеленое, там много парков, есть где посидеть. Мустафа Кебаль, это тюрк, отец нации, лидер турецкого народа, и чувак, который на Турции сделал, ну прям очень, 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 очень много. Слово о ровных улицах в Стамбуре. Продолжая тему, турчик кофесин, турецкий кофе на песочке, то есть это раскаленный песочек, там под ним угли, и на песочке в турочке варится кофеек. Это на одной улочке стена баллончиками из-под краски арт-объекта. Это район Каракёй, один из самых таких модняво неформальных райончиков Стамбур. Катый. 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 Чай. Кладбище. Просто в центре во дворике кладбища. Катый. 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 Это я покупал отходчики, отправлял в разные страны. С рынками там все хорошо. Архивки прекрасные. Вот типичные домики для уличных котиков. Чуть быть уличным котом в Стамбуле это клево. Причем это муниципальные инициативы, это не какие-то энтузиасты, участники. Это именно городская инициатива. Вот такие будочки по всему городу специально перед ними газончик искусственный, кормушечки. Кот такой чё-чё проходить. Ага, вижу, вижу, включаю. Мне кажется, этот кот хотел предложить тебе что-то купить. Типа у Каджита есть товар, но вон там за углом. Каджит ешь банвар. Каджит ешь вардар. Ну, так. Я просто выезжал на Скаре к Каджитам и немножко выучил пару Каджитских фраз. Вот. Синиты. Это стандартная турецкая шутка. Если в Турции есть семиты, то где-то есть антисемиты. Не спрашивайте. Просто Джокер курит кальянс Бэтменом. Это Турция, детка. Кофеёк. Ресторан Одесса. Вообще по миру я встречал нивансы гимнонок в шляшке с названием. Это почему-то популярное название, особенно для каких-нибудь кафешек рыбных на набережных Одесса. Я видел кафе Одесса в Монголии, кафе Одесса в Таиланде, вот кафе Одесса в Стамбуле. Товарищ попросил мне, если ты по миру где-то увидишь что-то с названием Одесса, фотка отправляй мне, я собираю. Собираю фотографии разных локаций по миру, которые называются Одесса. Это какая-то дофигища древняя римская колонна, тоже 2-3 века, мне нравится кадр, современный трамвайщик и колонна, которая на полторы-две тысячи лет старше этого трамвайщика. В этом весь столб. Это обелиск, который турки спиздляли, позаимствовали в Египте. Стала очень интересная история, как турки до Египта набегали, что там добегать, там недалеко море переплыл, и вот тебе Египет. И, как и многие, кто набегал до Египта, понапиздили там разного всякого. Вот они обелиск сперли, везли его на корабле, разбился шторм, обелиск поломался, пока тащили каменную стену, и ухли поломать. Потом ее на месте цементиком склеили уже, то есть она уже покоцанная и склеенная. А это площадь ипподром самый-самый-самый-самый центр Стамбула, в центре его торчит. Обелиск, и под ним на постаменте как раз история, как славные турецкие воины и, собственно, удащили его и... Разница, да? Турецкие воины тягали из Египта не стиралки, не микроволновки, а каменные обелиски. Ну, масштабы были, да? Не то, что сейчас. Прекрасная обелиска. Я думаю, что если все страны, которые натырили в свое время в Египте разного, решат вернуть в Египет награбленное, то коллекция Большого Египетского музея увеличится раз в 10 теверные. Она и так не маленькая, потому что многие страны действительно повозвращали. Но многих еще остались. Сувенирчик. Это главный омывательный фонтанчик, забыл турецкое слово, но, в общем, типа священный. родник, и вода в нем священная. Это самая красивая мечеть, говорят. Одна из самых красивых мечетей Стамбула, голубая мечеть, в которую я, блин, третий раз не могу попасть, потому что каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, она на реконструкции. И вот я снова в нее пришел, и она снова на реконструкции. Я за лесами увидел красоту, и нет, это не она, это всего лишь фоточка снаружи на стенде, как она выглядит, когда не реконструируется. Выглядит действительно как будто, наверное, может быть, когда-нибудь я попаду в Стамбул, когда она будет не на реконструкции. One day, I hope. Это уже церковь христианская, дофига древняя, подземная. Совершенно случайно иду по Истеклялю, смотрю, спуск вниз, лесенка, люди ходят, думаю, зайду-ка я, спускаюсь по лесенке, а там подземная церковь, ты заходишь, там мало людей, тишина, все такое древнее, и органчик таких играет. Кайфота. Вот вход. Можно пройти мимо и не заметить. Это куклы из традиционного турецкого кукольного театра. Случайно сейчас зашел на выставку, посвященную кукольным театрам разных стран, народных континентов. Это турецкие традиционные куклы. У них в ручки ножки вставляются штырьки, и они за штырьки двигаются. двигаются. Пафосное фото даже без каштатчики. Не зашло. Озельские фото с там мальчиком. С масками в том что их было сурово. то есть при мне штрафовали туристов. И угадайте, из какой страны были эти туристы. И как они возмущались на великом и могучем, что их русских туристов тут посмели оштрафовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я злораз в одно время. от фото от фото сладостей ни у кого попка не слиплась. Это пока. Мустафа Мустафа Кемали Татюрк настолько велик, что мэрчик с ним просто по улицам Стамбула. Хочешь домой себе флаг с Татюрком, пожалуйста, покупаешь флаг с Татюрком, бежишь на балкончик и радуешься друзья. И тут у меня перестали листаться фото. Опять нужно засечь на каком количестве фото они пристают листаться. Стамбул кстати скоро закончится, не прерывайте. Не Стамбулом единым. При всей моей безмерной любви к этому прекраснейшему городу в мире ситуации я тусил не только в нем. покататься на самокате по Истеклялю можно только часов 6-7 утра пока там нет народа. Потому что Истекляля она не только центральная улица Стамбула она и самая оживленная. То есть там к обеду ты через людей просто проталкиваешься. Там очень много народов. Если ты хочешь покатать на самокате ты встаешь в 6 утра и ловишь редкий момент цистерна базилька цистерна в Стамбуле их сохранилось по-моему штук 5 или 6 это такие подземные водохранилища когда у них не было водопровода у них были вот эти римские акведоки по которым стекала водичка и цистерны в которых эту водичку хранили а это это баг сборки то есть собирали колонну и почему-то голову медузы внизу колонны положили на баг то есть строители где-то ложанулись она должна была нормально стоять но потом стояли это не баг это фича пусть так и будет теперь это самое известное место цистерны базильки вот цистерна к сожалению когда я был там воды не было ее периодически осушают и чистят то есть там обычно водичка вот такие вот подсветка отражается в воде очень красиво да там снимали очередного бонда кстати я был там не было воды но оно и без воды крутое я вот не помню сейчас смартфон далеко кому-то интересно можете нагуглить там какой-то бешеный там наш воды она вмещала в себя дофигища водички и вот цистерны весь центр тогда еще Константинополя набирал воду и поднимаешь вверх там Гюльхане парк в переводе с турецкого парк роз чайки это дворец тапкопы тапкопы дворец одного из правителей Турции внутри огромная экспозиция огромный гарем в котором можно зарегнуть на полдня но я туда не пошел потому что я не люблю полисборники и все драгоценности ожерелья перстни короны под стеклом не вставляют я сходил в археологический музей вот там реально круто попозже будет снова фоточка из цистерны базилика цистерна базилика она центральная самая известная популярная платная но если погуглить то рядышком можно найти еще пару цистерн вход в который в который через магазин и заходишь в магазин ковров скажешь а нет у вас цистерна я показываю там черный ход ты спускаешься если у хозяина с вашей настроение и бесплатно заходишь в такую вот цистерну поменьше но в похожую цистерну в которой вообще может никого кроме тебя не быть ты проходя мимо скучаешь коза шок место воробьи снова цистерна и еще раз цистерна большая большая вот там что-то у строителей было что-то с чувством направления потому что там очень много косо-криво поставленных статуй голов так а пока вы смотрите на стоящую вверх ногами голову медузы я сейчас поставлю уголечек материал и так цистерна базилика базилика ну вот цистерна это бассейн желаний абсолютно типичная мне кажется для многих стран штука какая-то емкость с водой кидаешь монетку загадываешь желание и оно конечно обязательно сбудется об этом если кто-то хочет чтобы путь скорее сдох летите в стамбул идите в цистерну базилику и кидайте монетку это колонна слез когда в цистерне вода на этой колонне конденсируется влага потому что холодно а колонны каменные холодные и по этим желобочкам стекает конденсат стекает водичка и такое ощущение что колонна слезу точит просто ходил по улице и фоткал красивые мечети потому что мне просто нравится архитектура турецких мечетей они красивые еще мне очень нравится в некоторых районах Стамбула любят из лестниц делать картины сухофрукты орехи ценники умножьте на 4 и вы поймете ценники в Стамбуле позапрошлой получается осенью ценники на всякие оливки а это оливки это оливки и маслины как вы понимаете в Турции с оливками и маслинами тоже очень 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 хорошо как и со специями специи картинка с запахом есть картинка со звуком это картинка с запахом снова спа из базар еще раз чай чай специи корица роза какая-то да я помню что сладости уже были но у нас тут новые люди они еще не видели эти охренительно вкусные турецкие сладости ребята это охренительно вкусные турецкие сладости знакомьтесь также охрененно красивые турецкие люстры лампы смотри так кажется кажется у меня сейчас много будет фото с рынка медузки а вот этот паромчик точно я говорю паром с европейской части на азиатскую и обратно я ездил плавал гулять в азиатскую часть Стамбула пока-пока европейская часть за бортом остается европейская часть Стамбула и азиатская часть Стамбула азиатская часть к слову намного ровнее европейская если не хочется постоянно по холмам вверх не шариться если хочется поровненько покататься на леле на самокате то это на азиатскую часть там катаясь там холмов вообще нет все хану в Европе ну почти все вот это самый он называется сериальный район район в котором больше всего снимают резких сериалов и фанаты жанра даже там какие-то дома узнавали на фото мои что вот-вот-вот этот дом был вот в том сериале я не фанат турецкого кино но мне просто понравился райончик потому что он очень красивый и так как это турецкая часть то там намного меньше туристов чем в европейской части собственно фишка района такие вот деревянные домики деревянные балкончики лаванда горная лаванда просто будут фотографии улиц потому что потому что это красивые улицы рассказать мне про них особо нечего улицы старинные дома деревянные фото красивые сталмуд шикарен турция великолепна но это считается самый опасный самый криминальный район Стамбула центрального Стамбула почему он таким считается потому что это район станьких магазинов автомастерских автомастерских то есть там суровые мужики в мазуте чинят машины и мотоциклы продают автозапчасти в общем такая атмосфера суровости и мужицкий дух самый мужицкий район Стамбула из всех что я был там сплошняков сплошняков такие магазинчики всякие запчасти бытовой техники трубы гаечные ключи инструменты весь район такой почему-то его считают самым таким неприятным опасным районом центрального Стамбула я не знаю почему простите извините тоже интересный интересный закоулочек Стамбула это такая сокровищница там можно найти кучу исторических интересных двориков закоулочков а это памятник грузчику и в этом районе тусят грузчики там рядом Гранд Базар и вообще в районе куча магазинов и очень много мужиков вот с такими наверное очень удобными анатомическими рюкзаками снует между рынками и магазинами и переносит всякий скарб вот им даже памятник сделали Ая София Ая София это мечеть в которую я зашел увидел сел на ковер вот через клац и я сижу и у меня слезы восхищения из глаз потому что это он прекрасно красиво из мечетей это самая 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 красивая мечеть в которой я был на этот момент и было очень много возмущения в интернете почему потому что когда ее из храма сделали мечетью в исламе что запрещены изображения человека пророк сказал что человека изображать нельзя там внуки в храме тогда еще в храме были изображения святых каких-то ангелов и люди которые не были Ая Софии когда она стала мечетью которая поначитаются интернетом и делают на основе своей теории считали что все злые мусульмане сделали храм мечетью и там древние лики святых заштукатурили на самом деле что сделали туркин когда Ая София стала мечетью в 20-м году 19-м когда Ая София в очередной раз в своей истории стала мечетью там просто повисли такие шторки выезжающие вверху и на время намаза то есть молитвы опускается шторка и закрывает вот лики христианских святых намаз заканчивается шторка поднимается все вы видите в этом оскорбление чувств верующих я нет я считаю что это грамотно и гуманно внутренние помещения кстати Ая София захватывали всякие варяги ее там кое-где под штукатуркой когда реконструировали находили какие-то руны скандинавские типа здесь был Рюрик здесь был Конунг Олаф тот самый который отправился в поход на ебаных дырявых воде крутейшее место я просто там сидел сидел где-то час там в мечети в мечети ты всегда разуваешься и на полу всегда ковер сел под обоих скалом в уголочке на коврик и просто втыкал на стены на потолок любовался всей этой нереальной красотищей это секция для молитвы отдельно секция для мужчин отдельно секция для женщин правоверные там молятся в загородочке по остальной части можно спокойно гулять смотреть вот вот эти шторки которые заслоняют вики христианских святых все то есть их не заштукатурили их не закралили а серединист скоблили не нарисовали поверх них печати Аллаха печати Мухаммеда простите а просто вот такие развязные шторочки на моторчиках это это мое яйцо когда я увидел всю эту красоте я потом приходил еще раз за три наверное просто потому что тихо спокойно красиво место такое намоленное к сожалению левая стенка в лесах о моей конструкции потому что обновляют рисунки ну зданию блин сейчас 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 выдержу дотянусь до фона и таки скажу вам сколько лет этому многострадальному храму тире мечети тире храму тире снова мечети аня софия собор святой софии константинополя в 532 году наша эра ее построили то есть до этого там была базилика святого константина в 324 году до этого там был римский храм до этого я уверен там была капище древнючая вот а википедия говорит что она была 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 ай верните мне базилика мечеть базилика мечеть базилика мечеть примерно каждые 300-400 лет она здание меняла конфессию переходила от христиан к мусульманам и обратно поэтому сейчас возмущается что она снова стала мечетью вот это глупо может лет через 300 она снова станет христианским хамом того никто не знал блин почему-то у меня снова перестали листаться фотографии так что можете опять посмотреть на меня я хочу на самом интересном месте и под конец там было да 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 Спасибо. И продолжаем. Вот христианские уже святые, которых даже не вплотную, вот это вот экран, экран, который закрывает на время намаза, то есть он даже не вплотную к фреске, он просто перед ней, но если подойти под, то прекрасно видно все эти христианские наскальные стенные росписи. Вот это она снаружи. Ее там достраивали, перестраивали много раз, там сначала было центральное здание большое, потом когда первый раз здание поменяло конфессию, достроили минореты, потому что негоже мечеть без миноретов, потом еще что-то достроили, все полторы тысячи лет ее существования ее там что-то достраивали к этому комплексу. Просто на балконе в квартире, я утром выхожу на балкон, а там ход, и говорю, что смотришь, есть давай. Вот это вот уличные чистильщики обуви. Ставишь ножку, берут щеточку. Кстати, с чистильщиками обуви связан самый популярный туристический развод в Стамбуле. Бывает так, что ты идешь по улице, мимо тебя или перед тобой идет чистильщик обуви, и как бы невзначай случайно у нее выпадает щетка, которая он эту обувь чистит. Ты такой, е-е-е-е, поднимаешь щетку, он подбегает тебе, спасибо, спасибо, берет у тебя эту щетку, начинает тебе, типа, в знак благодарности чистить ботинки. А потом такой, э-э-э, мистер, с вас 20 лир. Да, по-моему, то ли 20, то, конечно, с вас какая-то денежка. То есть тебя вроде бы не совсем гопстопнули, но на денежку развели. Поэтому если будете в Стамбуле, и перед вами будут хранять обувную щетку, то они не советуют поднять. Если у вас нету лишних с собой денег, или вы не хотите, чтобы вам почистили обувь. Кстати, если просто на улице почистить, то это будет 5 лир. А если уронят, то 20, 20, 40, кому бы повезет. Популярный уличный развод. Фотография, найдите все минареты на этом фото. Байки почти готовы. Вот та самая проекция на галатскую рубашку, когда использовали в качестве экрана. Стамбул, Стамбул, Стамбул. Он скоро закончится. Вот автомат, в который ты кидаешь тару, и западает здесь корм. А это Гранд Базар. Самый старый, самый большой. Базар Стамбул, он правда крутой. То есть там тоже покупать я не советую, что тоже недорого, но он прикольно. То есть местами это Барбашова, как Барбашова. Седьмой километр, привоз, кому что привычнее. Местами там продают кожанки, туфли, сумки. Где-то у меня фото были. Ладно, неважно. А местами там очень красивая сувенирка. И я советую смотреть наверх, на потолок, на стены, потому что это вот так. Он большой, там можно заблудиться. Есть секции, которые от локал-локал. Там местные мужички пьют чайок и продают какую-то бытовую химию и лампочки 50-ваттные. А есть секции для туристов, где продают сувениры. Это локация, которую я сначала нашел, покушал там балыфик-мек, бутерброд с рыбкой. А потом мне написали в канале, в комментах, что ты что, это же знаменитый Марио, его в Орлее и Решке снимали. Так я узнал, что знаменитый Марио, которого снимали в Орлее и Решке. Ну просто мужик в костюме Супер Марио готовит бутерброды свои мои. Вкусные, не вопрос. Часто так бывает, я нахожу какую-то локацию, какое-то место, прикольно, там гуляю, фоткаю, кушаю, потом выкладываю фото в канал. Я говорю, ты что, это же такое известное, знаменитое, крутое место, там вот Абетал Харрисон Фотт, снимали Джеймса Бонда, Орел и Решка. Все такое, а, окей, что ж, нау и нау. Вот, да, Гранд Базар в неинтересных местах. Тот самый крутой старинный Гранд Базар, только секции с кожурками и шубами. Наверху, внизу Барбашова, вверху Турция, седьмой век. Внизу снова Барбашова. Наверху снова седьмой век. Стамбул, город контрастов. Это то, что тоже стоит утащить из Турции в качестве сувенирки, тарелочки. Это самые-самые дальние, самые нетуристические секции Гранд Базара. Редко, редкий турист дает до середины Гранд Базара. Ягентурист поэтому доходил. Вот там, там не продаются уже туфли и кожанки, зато можно посмотреть вот такую красотищу. И ковырь. И ковырь. Ага. Пятнадцатого века. Простите, собрал. Камни. Что ж такое? Почему у меня перестают листаться фотографии? Сейчас, 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 сейчас у меня снова, снова что-то с ноутом. Не хочет пролистывать дальше фоточки. Шайтан. Стамбул современный. В Стамбуле есть райончики с красивыми стородомами, а есть райончики с самыми обычными высотками, минсклёбами, стеклобетон. Как полагается, в современном мекополисе. Мне эта лестница очень понравилась. Ты можешь посидеть на ступеньках, но при этом не на ступеньках. Это, к слову, о прекрасной стамбульской урбанистике. Это зарядка. Зарядка для смартфона, USB-шка. Ты втыкаешь провод, крутишь педальки, вырабатываешь электричество, заряжаешь в смартфон. И здоровее стал немножко, ножки покачал, и девайс подзарядил. И там ещё вид крутой. В парке стоят такие велозарядочки. Парки, 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 парки. Да, ниже включаем. Ой, ой. Да, мне вот эти вот зарядки, где надо педали крутить, постоянно напоминаю чёрное зеркало, извините. Чёрное зеркало – это же сериал не фантастический, это сериал документальный. Почему-то многие считают её фантастикой, но нет. Ай, 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 ай. Пальцы сегодня мимо. Да, парки, 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 парки. С Истанбулом пора заканчивать. Котики, чайечки, чайечки, кофе. Скоро, 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 скоро кончится Станбул. Пошли уже чисто фоточки меня. Фоточки улиц. Фоточки сладостей. Фоточки сладостей, кстати, тоже скоро закончатся. По-моему, за пределами Станбула я их особо не фоткал. Но это не точно. Публичный городок в одном из районов есть как парк, только огород. Там можешь арендовать себе надельчик и выращивать там баклажанчики. Прям в городе. То есть не загородная дача, а это прямо посреди городского района. Такой вот огородик, и у каждого желающего, не желающего. Я не знаю, как там это происходит, но ты арендуешь себе надельчик рядом с домом, почти в центре города, и выращиваешь там баклажанчики. И потом их продаешь тут же в соседний магазин. Огородики, огородики. Пока вы сможете садово-парковое мастерство, я поставлю улыбку. Огородики, огородики. Итак, вернемся к нашим столам. А еще одно место, где снимали Джеймса Бонда, где ищая башня. В какой-то из частей Бондианы под этой башней были секретные подземелья секретных русских злодеев, которые будут матью. Новый участник нашего путешествия, начиная с Турции, Че Мадан. И модная футболка. Вот так выглядит обычный турецкий международный автобус. Автовокзал в Стамбуле страшное разочарование. Он такой пошарпаненький, старенький. И зато автобусы крутые. И из Стамбула поехал я куда? Поехал в Сельчук. Сельчук это такая локация, про которую мало кто знает. Потому что там моря нет. Нет Стамбула. Но Сельчук, чем он хорош, оттенни номерочку. Завтрак. Да, это все один завтрак. Сельчук, он находится рядом с дохрена древним, дохрена какой-то местом, Эфесом. Древний римский город. Там на горе над ним дом, где доживала свои дни Дева Мария с апостолом Петром, кажется. Рядышком там одно из теми чудес света храм Артемиды. В тот город приходил, в Эфес приходил Иоанн Богослов, чувак, который написал Евангелие от Иоанна, там про Апокалипсис. Моя любимая часть всей этой фантази-саги, про конец света, Катыни. Сам Сельчук, это городок на 10 улиц, совершенно крошечный такой, по ГТЛ турецкий. Но он очень уютный, очень милый, малолюдный. И там ты гуляя по городу, такой херакские, таринские колонны. Просто посреди поля. Там мужики вечером сидят, пиво пьют. О чем я говорил, когда говорил, что гуляя по Турции, можно не взначай вступить в историю. Или вот базилика святого Иоанна, того самого Иоанна Богослова, который один из учеников Иисуса. Вот он там бродил и в честь него там построили базилик. К сожалению, базилика не пережила. Войнушек из Мельсиньей. Мечеть Османбия тоже какого-то в каком-то веке Ислам зародился? В седьмом веке Ислам зародился. То есть, где-то века восьмого-девятого мечеть, кажется. Внутри. Город, кладезь для любителей истории античной, археологии. То есть, куда ни плют, в колонну тысячелетней давности точно попадешь. А то и в две. А вот сам городок. Это одно из семи чудес света. Храм Артемиды. Почнее, то, что от него осталось. Там была интересная история, был огромный, самый крутой в античном мире храм. Потом набежали готы, не те, которые племена развалили, сожгли. Потом кто-то его доломал. А потом пришли христиане и стали, что нефиг вот эти наши языческие боги. И нахрен, нахрен. Доломали то, что осталось. Только относительно недавно из тех кусков, что нашли, собрали вот эту одну колонну. Но по размеру колонны видно, какой-то был охрененно здоровенный храм. И что прикольно, там куски этого храма, которые не получилось собрать, они вот здесь, в огородах, вместо оградки используются. То есть, ты такой простой турецкий дачник, и используешь вместо оградки своего участка куски одного из семи чудес света. Почему бы нет? Все, ну, под ногами валяется. Почему бы не использовать? То есть, это то, что пооткапывали, пособирали там по полям, потому что его сильно развалили и по полям раскидали. В 15-м году оно стало. World Heritage. Ага. Слушай, ну это же халявный стройматериал. Я очень много историй знаю, где на базе чудес света, там, например, на Родосе крепости построили, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я как раз про Египт отвечал, я эту крепость показывал, которую собрали из кирпичей маяка. Да. Вот. Я даже в Украине знаю, как там какие-то обломки измаильской крепости тоже растащили местные, просто потому что. Халява. Халявный стройматериал. Так, а в той же Ая-Стофии, там тоже колонны какие-то, они из кусков мрамора, которые использовали из какого-то другого храма, который развалили, куски колонн остались. Нормальные колонны, почти целые. Давайте из них новый храм постраду. Круговорот древних камней в природе. Кто-то, да. Почти новую колонну выкинули. Ну да. В Сельчуке я завис на две недели, просто потому, что было кайфово. Я в целом не люблю маленькие городки, я не люблю села, сельская жизнь. Это не про меня. Но в Сельчуке было так расслаблено. Это уже юг Турции, ноябрь. Ноябрь месяц. Юг Турции. Гранаты стоят. И идешь такой, о, гранат растет. Сорвал гранатик, разломал, скушал. Там где-нибудь апельсинчик с дерева сорвал, тоже на ходу почистил, пожрал. Пошел, посидел на античной колонне, посмотрел на горизонт, подышал чистым сельским воздухом, козу пнул. Кайф. История Древней Греции в формате комиксов. Я считаю, это охрененно. Любые античные статуи, любую культуру. История Древней Греции тут даже никакой таблички, что охраняется ЮНЕСКО, что это какая-то, это подпорки для Акведука, как я потом нагуглил. Шел из базилики, которая потом была крепостью, шел Акведук в город, и вот он ведет подпорки. А он даже не огорожен, не охраняется, никаких табличек нет, потому что нафига этого, и так дофигища ты ходишь по этой истории, ногами топчешь. Котики. Ноябрь месяц, юг Турции. Библиотека, какая-то знаменитая библиотека, библиотека имени товарища Аяса Луга, 14-я. Вот это на дереве висит народный турецкий и в принципе мусульманский оберег Ока Фатимы называется. Типа вот порчи, от сглаза, на удачу, деньги, счастье, здоровье. Вот же ж... Блин, мне сейчас пришла зарплата по нацбанковскому курсу доллара. Ладно. Я надеюсь, этот курс скоро сравняется с нормальным курсом. Так вот, вернемся к нашим. К нашим. Маслинки растут. Видимо, кто-то очень суеверный живет в этом доме все эти базы. Стыкано. Наверное, на удачу 80-го уровня просто. Кстати, раньше, раньше, веке, по-моему, в 15-м, здесь до упорта. Но потом климат изменился, и море сказало, ну вас нафиг, и ушло на 5 километров дальше. Это был процветающий город Эфиэс, портовый город, все такое, но потом море оттуда ушло, и на этом процветание города закончилось. Ковер на турецком килин. И вообще, очень много слов созвучных в турецком и украинском. В украинском много заимствований из турецкого. А это главная достопримечательность, главная археологическая находка всея Эфеса. Одна моя знакомая называет ее Многосиса, если кто-то помнит этот КВН. Это Артемида. Артемида Эфесская, и потом я покажу в музее эта реплика, я покажу эту статую, она впечатляет. Эта статуя из того самого храма Артемиды, который чудо света, уже бывшее. То есть, это дохренище древняя, дохренище намоленная, очень красивая статуя. Да. Я просто хотела сказать, что не только из турецкого, в немецком я с удивлением обнаруживаю такие, в принципе, достаточно популярные украинские слова, которых нет в русском прямых аналогов. То есть дах, крейда, серветки, а идут немецкие. Пошли уже. Лампа из немецкого. Да, много слов. Но у нас в целом в языке много заимствований и вообще в любом живом современном языке часто бывает много заимствований из разных языков, потому что язык это живая, развивающаяся, реалистическая структура. если в языке нет заимствований, значит, он мертвый, им никто не пользуется. Да, из немецкого тоже хватает. Из французского там тот же парашют, абажур. Заимствований много, много. Очередные останки римского кведука. А кведуки, я, по-моему, говорил уже, такие водопроводы. Вверху там жёлоб, по которому текла водичка. Она строилась под наклоном, чтобы вода сверху текла вниз и в определенных местах стекала. В колодцы, в базилики и так вот так римляне доставляли воду по населенным пунктам. Вот эта колонна храма Артемиды. Вообще это храм Дианы. Изначально храм Дианы языческий, но греки сказали Артемидам. Не волнует, потом пришли римские строяки и Артемиды и Артемиды. Она большая после колонна. Сельчук, свечук, свечук, свечук. После довольно шумного Стамбула многолюдного Сельчук я просто отдыхал от многолюдности. Гранатики, которые я ходил просто проходил мимо каждый день, рвал себе гранатик на ужин. Они просто бесхозные там растут, гранаты, яблоки, ледички. Говорю, я не хочу. это я с трудом нагуглил, уже на турецком, кстати, это какие-то бани тоже 15 века, там большинство построек 15 века, потому что был период расцвета локации, которая просто в чем-то огороде. Вокруг чей-то огородик средней запущенности, там справа уже домики и тракторы стоят и тут остатки бани 15 века. Вот домик, который возле их руин. вот тут вот на этом месте я просто орал чаечкой, потому что Харько Джепкин это очень известный турецкий рок-музыкант, он очень крутой, скидывал в канале относительно недавно его клипы, он реально очень крутой, у него крутые песни, он сам крутой, это турецкий супер-рок-стар, и в 20-м году у него был концерт в античном амфитеатре, то есть древний римский амфитеатр, в котором проходит современный рок-концерт. Я очень хочу как-нибудь на такое попасть, и 19 шубат, шубат, короче, я с ним разминулся на пару месяцев, к сожалению. А вот, собственно, ради чего я в этот городок слечу, поехал. Это город Эфес, который один из самых хорошо сохранившихся древних городов в мире, вот, неряду с помпеями, с анкором, камбоджийский верс, он там в топ в топ файв входит самых крутых городов. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень большая локация, там туистров там выход на час, пакетно, там автобусные тура, мимо проезжают, час пробежаться, в один вход р comercial зайти, и с другого входа выйти, все. Я там весь день проначал. Просто ходил, смотрел на какие-то... Сел в амфитеате посидел, лег, на колонне полежал, сел, на статую повтыкал. Вот это все дофига древнее и дофига историчное. Он в процессе реконструкции, там все еще ведутся археологические раскопки, выкапливают куски колонн, статуи. Самое целое творят в музее рядом археологический, а то, что менее целое, менее ценное, пытаются собрать в том виде, в котором оно было раньше. И вот такой огромный музей подходит в небо. Такие доскальные надписи еще, судя по шрифту, греческие. Возможно, здесь написано на греческом, Платон любит Сократа. Да. В Крыму есть какой-то осадный колодец 13 века, и там тоже старинная надпись. Одна из таких вот, здесь был Вася, еще на еврите 13 века, блин, тоже сажевый век. Ну, почему бы и нет. А еще в Помпее такие находили, как ни странно. Там я тоже читал статью за то, что в Помпеях раскопали за каким-то местным баром такую же оскорбительную надпись. И снизу приписка, что здесь был такой-то Марий, там чего-то там. Марий четвертый козел. Да. Ну, а то, мне кажется, это какие-то такие базовые, знаешь, вечные, общечеловеческие штуки, которые были, есть и будут. Накорябать, здесь был Вася на камушке. Это вечное. А это самая-самая-самая-самая-самая известная часть. А сейчас это библиотека имени Цельсия. Только не того Цельсия, который Крадусы изобрел, а римского Цельсиуса императора. Ее восстановили. Фасад библиотеки. Позже будет крупное фото. Очень-очень хорошо восстановили. Крестоносцы здесь тоже бегали, как вы видите, по гербам. Там кто-то не бегал. Через Стамбул мало кто бегал, потому что Стамбул в Константинополе врагу не сдается. А Эфес город небольшой, поэтому там набегали в разные временные эпохи. Набегали и выносили его очень разные племена, разные персонажи. Наследили там знатненько. Это даже не половина Эфес. Это вид где-то на четверть, наверное, всей локации. И она расширяется. Там окрестные холмы, в них тоже вроде бы как есть какие-то остатки зданий. Их копают, 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 все еще копают. То есть территория этого парка, музея, она постоянно увеличивается. Возможно, я через пару лет снова приеду, и она уже будет больше. Фундамент колонны 15-го, 16-го, 17-го, не знаю какого века, в котором спидкотик. Там можно вообще, можно там залипнуть на пару дней. Можно купить абонемент недельный, взять аудиогид или живого гида, или там барафюрку, и ходить просто читать, что здесь было. Что это за статуя, что это за колонна, что здесь было. Вот такие вот штуки. Ты гуляешь по локации, видишь везде какие-то артефакты ушедшей эпохи, осознаешь, насколько это древнее. Ты ходишь по камням каким-то и понимаешь, что по этим камням еще шлепали, сандалии, греков, римлян, готов, гунов, всех-всех-всех. По-моему, это клево. Это места, которые только-только-только начали раскапывать. Вот это самые свежие раскопки. Здесь еще не восстановили ничего. Тут валяются куски колонн, куски стен, куски статуй. Вот по этой дороге, говорят, Дева Мария ходила. А вот та гора, которая слева, там на верхушке домик Девы Марии. Ну, туда далеко было пилять, жарко. Меня заломало я. Решил, что обойдусь без домика Девы Марии. И все захватило. А чем не античная статуя? В этих амфидиарах потрясающая акустика. Как-то вот так строили специально, с задумкой, чтобы там очень хороший звук был. Чтобы ораторы, которые там выступают, чтобы их было слышно на всех ярусах, на всех скамейках. Там можно внизу встать, в районе сцены, сказать что-нибудь относительно негромко. И там такое эхо, что будет слышно даже вот здесь на верхних этажах. И котики. Вот фасад библиотеки Цельсиуса. Самое красивое место во всем этом охрененно красивом городе. Фоточка листов. Ну вот, где я и где котик, да? Какая фотка лучше? Конечно, вот это. На фасаде там двенадцать или девять. Кто помнит, сколько было муз у греков? Двенадцать, кажется. Вот, в общем, на фасаде там все эти музы. Просто черепаха. Не знаю, откуда. Откуда вообще-то взялась черепаха, но там выбьются черепахи. Наверное, из ближайшего какого-то болота приползают. Возможно, эта черепаха чуть-чуть-чуть младше, чем те камни, по которым она ползает. Я понимаю, что на фото это все выглядит как камни, колонны, 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 камни, 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 колонны. Останки каких-то статуй, какие-то прокураторы римские в плаще с красным панболем. А это уже музей. В Сельчуке есть археологический музей, куда возле до сих пор коллекция дополняется самая ценная, самая сохранившаяся. Это называется идеализированная женская голова. Первый-второй век Анна Долини. Это и женская голове под 2000 годиков. Мужская голова. Когда идеализированная женщина и идеализированный мужчина у голеков очень различались. Голова командира. Поздний второй век. Простите, я не могу пошутить. Не пошутить, да, по центру российский солдат. После визита в Украину. Знаете, что это? Это приап. Тот самый герой древнегреческих мифов, который отличался. Отличался, в общем. Сократ. Это уже помоложе, это уже четвёртый век. Мозаика какая-то древняя. Саркофаг чей-то. Тут уже видно по доспехам, по шлемам, что это не греки. Это уже римляне. Всякая мелочёвка, украшения, кольца, заколки. Орудия труда, палки-копалки. Амфоры. Вот то, что в школе мы видели в учебниках по истории древней Греции, вот это всё вживую. Часики, которые тикают. Это уже крестоносцы набежали, своих крестиков понаставили. И сейчас я дойду до неё. На фото эффект не тот, а так эта скульптура, она стоит в отдельном зале. Отдельный, абсолютно тёмный зал с чёрными стенами, батолковым полом. И в центре стоит скульптура Артемида, и на неё падает одинокий луч света. Из прожектора атмосфера потрясающая, потрясающаяся. Заходишь в полностью тёмное помещение, в котором в луче света, там ещё прожектор сам не видно, то есть ещё такое ощущение, что это луч солнца, через потолок пробивается, стоит вот она. Их там две, на самом деле. Одна Артемида, одна же Диана, и вторая. Римский император, с большой рукой. Это, Дастин, ты узнаешь, кто это. Да, и не только Дастин. Случайно, гуляя по Турции, встретил Андрюху Вараксина. Совершенно случайно. Иду я такой по Турции, тут Андрюха. А это уже следующая локация, там в минутах в получасе от Сельчука есть деревня Кушадосы. И про неё никто не знал, до 2011 года была деревня, а потом, на секундочку, Том Круз, который увлекается астрологией, предсказание такое, где-то вычитал, где-то ему гадал, как она очень нагадала, что в этом самом Кушадосы можно будет пережить конец света 21 декабря 2012 года. И в эту самую Кушадосы, которая деревня в Киеве, на декабрь 2012 года ломанулась куча народов всего мира в надежде, что если ест и ёпнет, если будет конец света, то мы вот там в деревне пересидим. С тех пор достала очень туристическая локация, почти вся деревня превратилась в один сплошной рынок для туристов. История очень забавная. Мне интересно, сколько местный мэр заплатил гадалке. Не знаю, не знаю. Это реальная история. Я набуклил её не только в русскоязычном интернете, но и в англазичном интернете. Действительно, Том Круз вот как-то вот нашёл, что эта точка на узлом шаре, её обойдёт конец света, и там можно нормально так пересидеть. Вот так рождаются легенды. Основная деревня, ну, деревня. Винишко. Деревня. Деревня там полсотни домов, три улочки и пару церквей, и тоже код. Чёрт-ти какого века, я не буду врать, я не помню какого они века, но они нафига древние. Асфальтированных улиц нету, такие сплошные мощённые улочки. На склоне горы, естественно, вид на окружающие холмы. Вот это какая-то одна из самых старинных церквей в деревне. Я её фоткал через дырку в окне, потому что, когда я приехал, она была закрыта. Закрыта. К сожалению. Вот это внутреннее убранство христианской церкви на юге Турции. К слову, о разнообразии, собственно, страны Турции. А вот это куша досы. Деревня была бы вот намного-намного-намного милее, если бы там не было такого количества туристов. Это я уже набрался наверх, наверху мало набирается, а внизу сплошно рынок. Это немножко портит атмосферу, но если набраться наверхушечку... Игерические пейзажи юго-запада Турции. Видите, видите, видите? Птиц. Гордый птиц сама. Я смотрю на неё, она смотрит на меня. Ох, как сейчас воспринимается эта флоточка. О-о-о, ходишки, хо-хо. Это всего лишь летящий самолёт, но сейчас, в наше смутное время, эта фоточка воспринимается немножко на другому. Работает ПВО. Ну и здесь были условно наши, которые не могут не наследить в любом месте, сколько бы историческое и красивое оно не было. Тоже какая-то церква одна из, где под слоем штукатурки обвалилась штукатурка, было измерение, обвалилась штукатурка, и под ней нашлись росписи времён, там, где-то плюс-минус времён Иисуса. Ну а в целом Кушадосы выглядит вот так, но ценники на жильё, там до сих пор какие-то аэрокосмические совершённые. Винишка, как вы поняли, в Турции много. Изюм. Узюм. 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 Ой, вредянин говорит узюм. Изюм. Вот, изюм. Это с турецкого, угадайте, что парили виноград. Да. О, кстати, важный вопрос. Как в Турции с бухлом? Это же всё-таки... То есть всё есть, я так понял. Всё есть. Всё есть. Товарищ Мустафа Кемаля-Татюрк, отец турецкой нации, очень любил бухнуть. Поэтому товарищ Мустафа Кемаля-Татюрк придумал свою турецкую версию ислама. То есть он там как-то исхитрился с помощью своих приближённых имамов, как-то трактовал писание, что вот вроде бы как пророк не советовал уж слишком накидываться, но в целом можно. Это забавная история. Турки в Турции вообще немножко свой ислам. У них своё течение. Не такое строгое, как у саудитов, например. И у турков такой ислам, в котором можно бухать. Это как читать Тору с оговорками, я понял бы. Ну, ну, со сносочками. Поэтому там очень хорошо с винишком, там очень хорошо с клетким алкоголем, который ракия называется. И там это дело уважают, распространено. Вот бухих-бухих я не видел, но винишко или ракию народ частенько-частенько потребляет, потому что нам, туркам, Аллах не запрещал. Это снова-снова-снова из эфеса. Тут немножко пораскидываю. Это амфитеатр. Третий амфитеатр, который только-только скопали и начинают собирать по кирпичикам. Это была портовая дорога, то есть сзади меня энн веков назад было море. Потом ушло. Вот эта дорога, которая шла к порту. Сейчас море вон там за горами. Если высоко забраться, то там видно морюшка. Но оно там делается 5-6-7. Раскидала немножко фоточки и снова мы взглянулись к эфесу. Мозаичка. Просто копали-копали. Ох, мозаика. Ага, снова-снова библиотека. Немножко-немножко раскидал автографию. И снова-снова-снова-снова они дальше не листаются. Не листаются почему-то. А ведь я на дорогу не конец. Я в Турции пошарился по куче-куче-куче-куче локаций. А сейчас пойдет немножко Турция курортная, Турция туристическая. Есть на самом юго-западе Турции городок Мармарис. Городок Мармарис – это турецкий курорт здорового человека. Туда не возят русскоязычных туристов. Русскоязычных пакетников туда возят на шоппинг. В Кемере, в Антарии, в Оландии. Тех в Мармарис, я знаю, возят одним днем на шоппинг и на Старый Город посмотреть. А так там тусят пакетники на пакетники европейские. В основном немцы и французы. Поэтому там культурненько, чистенько, красивенько. Никакой эскадемии. И я как велосипедист в Мармарисе просто рыдал. Ходил по улицам и рыдал, потому что это велодорожки. Это велодорожки, которые огорожены. Они огорожены не по всему городу. Весь город полностью, все автомобильные дороги в городе, даже на окраинах, они оснащены велодорожками, велопереездами, велосветофорами, велопереходами. И я просто плакал. Я ребятам велосипедистам знакомым тоже снимал. Яшку просто ходил, снимал. Ребята, посмотрите, посмотрите, как можно. Да. Где-то обрадовался один Варламов, ты же понимаешь. Знаешь, как его товарищ? Я на Варламова когда-то чуть ли не работал, потому что для него он же не сам пишет тексты. Он нанимает копирайтеров писать ему тексты для блога. И я был в этих краях, в этой локации. Мне не понравились условия работы и расценки. Да, я знаю такого товарища. А что, Варламов? А он каждый раз, как приезжает в любой город, он его оценивает по велодорожкам и прочим таким вещам. Урбанистики? Урбанистики, да. Он прямо вот очень фанатеет. Без велодорожек Варламов не может прожить и неделю. Сейчас, секундочку. Меня тут немножко по работе пнули. Позже, позже, позже. Так, я его понимаю, велодорожки – это круто. Я тоже считаю, что велосипедная инфраструктура – это очень важная часть планировки города. И когда она есть, когда она продуманная, а не как в Харькове вот эти 200 метров велодорожки в парке молодежной, парк называется. Короче, кто из Харькова помнит эти несчастные 200 метров, которые упираются в автодорогу, и на этом велодорожке Харькова заканчиваются, у меня горит с этого, просто горит. Да. Вот, я как раз тоже в Харькове, еще как неопытный велосипедист, дальше своего района боялась выехать, просто потому что тупо страшно. Я в Харькове тоже, когда, наверное, активно ездил, я пару раз до центра доехал, словно его нахер, я в центре ездить не буду, и все. Лежаки на пляжах, марморисы бесплатные, но с одним условием. Все лежаки принадлежат какой-то кафешке. Ты можешь бесплатно, безлимитно пользоваться лежаком, если что-то покупаешь. То есть ты можешь пойти, взять в кафешке чашку кофе, чая, пироженку, и полдня валяться на лежачке, купаться в море. Ноябрь месяц, напоминаю. Купаться в море, валяться на лежачке, и всяческой радостью жизни. Пляжи, марморисы, почти все, с голубым флагом. Это такой международный стандарт чистоты пляжей, с пандусами, с ездом в воду для... позже будет, с пандусом для колясочников. То есть если ты на коляске инвалидной, ты можешь съехать в море на коляске. С переодимашками, душами, туалетами, в том числе для инвалидов. Короче, курорт здорового человека. А не вот это ваше лонжерон, простите, если есть одесситы. Марморис, одна из медовых столиц мира. Я не знаю, почему я не углублялся в этот вопрос, потому что там дофига меда вырабатывается. Морушка, яхты, марморис. Очень-очень-очень-очень-очень хороший город. Там замечательности особо нет. Есть небольшой старый город, небольшая крепость на холме, совершенно игрушечная. Он просто комфортный, там удобно жить. Купаться, загорать, гулять по променаду, кушать вкусную турецкую еду, любоваться на зелень в ноябре и декабре. Я искал, где постричься. Парикмахерская для немецких. Ценник, стрижка 10 евро. Парикмахерская для местных. Ценник 30 лир, то есть на 4, 120 гривен. То есть 350 гривен, 120 гривен. Ценники для местных, ценники для немецких. Шакал – это в переводе мужская стрижка. Шакал. И вот у меня есть рейтинг марбер-шопов по миру, потому что я в большинстве странно, где я был. Я тусил плюс-минус подолго, а я обновляюсь плюс-минус каждый месяц. Я в разных странах стригся. В моем топчике – это Египет. В Египте меня постригли, просто постригли. Змеиным маслом волосы намазали. Депиляцию ушей, носа, бровей. Брови подровняли. Везде все повыщипывали. Везде все. Массажик лица сделали. Массажик шеи сделали. Массажик головы сделали. Все это за совершенно какие-то смешные девушки. И на втором месте у меня Турция. Вот в Турции тоже очень высокая будучи. В мусульманских странах очень хорошо развита культура мужского ухода за собой. Местами даже лучше, чем женского. Там, потому что в исламе, пророк писал, что мужик должен быть не могуч, волосатый, манюч, а пахуч, причесан, послижен, выбрит и красив. Поэтому в исламских странах стричься и ходить в какие-то слоны по уходу за собой, сплошну удовольствие. Следующих рекомендуем. Да. Да. Семар, 10 евро? 10 евро это пипец, как дешево, простите. Вот, потому что я тут в Германии сходила парикмахерскую тупо постричься без покраски, без ничего такого. 32,50. Я же не говорю, что это недорого, я просто сравниваю цены для иностранцев и для локалов. Я в Харькове задыхаю деньги, стрибурую. По сравнению с 32,50, 10 евро это как-то очень дешево. Я же не возражаю. Вот, на том же пляжике туалет-преодевашка для инвалидов. Написано, что этот пляж обустроен муниципалитетом Марморис для людей с физическими недостатками. Это просто центральный проспект. Вот, де-факто известный турецкий бренд одежды, дешево и качественный. Памятник пенсионерам, не знаю. А вот начинается старый город, его там полторы лучки. Он прикольный. Опять я скидала фото. Да. Иногда встречается. Паша и Рома здесь, пляж там. Ну вот, старый город. Очень похож на старый Стаму, старый Сличук, старую Онталью. Ну, это мило, мне откроется. Море-море, море-море. Это, типа, под Марморисом, там место соприкосновения двух морей. С одной стороны, Эгигейское море, с другой стороны, Ионическое, если не ошибаюсь. Смогло, чтобы не соврали, то я говорил от болды. Я, на самом деле, жестоко обманываю, и там Мазовское море начинается. Ингейское... Ага, как раз, как раз, как раз на Марморисе, у них там линии распространения. А, собрал. Ингейское и Средиземное, простите, Ионическое, это вообще не в ту сторону, это под Грецией. Закат на двумя морями. А, кажется, вот этот остров, это уже Греция, там греческий остров Родос. Или Родос. Или Родос. Неважно. И в нормальное время туда ходит паромчик, полчаса и ты в Греции. К сожалению, это был все еще ковидный карантин. Паромчики, увы, не ходили. А так бы еще в Грецию сплавали. Но, в принципе, такой ноябрь меня тоже более чем устраивает. А, Греция, вот. А, ваша, 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 харьковская осень. Вот это снова меня в Куша-Досы перекинуло почему-то. Странно-странно, пораскидывала фоточки. Снова Куша-Досы. Телепортация в действии. А вот снова, снова Мармарис. Самый злачный район Мармариса, который называется Бар Стрит, потому что состоит из баров. Очередные открыточки. В общем, смотреть в Мармарисе особо нечего. Если хочется позагорать, покупаться, и чтобы рядом не было того, Тагилд. Мне кажется, идеально. От Стамбула ехать... Довольно долго ехать, часов 12 ехать, потому что горы. Потому что Мармарис отделен с северной частью, с горами. Поэтому ты какое-то время едешь прям-прям-прям-прям-прям-прям, потом начинаются все погибли, такие нехилые. Спуск в воду для колясочников. Старый город. Старый город. Старый город. Крепость 100 метров на 100 метров, при ней обязательный архиологический музей. Вот смотрите, какие мы здесь колонны, амфоры, горшки, ПВК, флайл. Этого добра в Турции на каждом углу. Просто очередная предвержденная крепость, у нее нет никакой красивой истории, просто форт стрелять по кораблям. Идзь с него неплохой. Насчет музея в Турции есть интересная фишка, не только в Турции, но и в Европе, но и есть музейная карта. Ты можешь купить турецкую музейную карту на, допустим, месяц. И она стоит хороших денег, но если ты музейный человек, если ты в каждом городе посещаешь всякие музеи или почти все музеи, то эта музейная карта позволяет офигенно сэкономить. Она дает тебе скидку на вход не во все, но в большинство музеев. Скидку солидную, а некоторые музеи даже бесплатный вход. Покупаешь проездной на музее и месяц экономишь. Я такое не покупал, потому что я не музейный житель, но я знаю, у меня знакомые 5-6 музеев в день, обязательная программа туристическая, для них это очень важно. Вид с крепостью. Знаменитая цитата. Смерть великий уравнитель. Очередной какой-то грустный сократ. Кактус. Вот эта штука, это плоды кактуса, если кто был на эфире про Египет, уже их видели. Они съедобные, правда, очистить их нужно в строительных рукавицах, потому что они... Кожура полностью в мелких-мелких-мелких-мелких-мелких иголочках, которые очень легко загоняются в кожу и очень сложно оттуда достается. Голыми руками бракеты не стоят. На вот этих черных точках, на них пучки таких мелких-мелких-мелких-мелких острых-острых-острых иголочек. Потом как за стеклорату подержался. Камни, камни, ступеньки, ступеньки. Пивасик Пивасик. Тима Марис, это за... На третий мой визит в Турцию, это первый раз я в Турцию поехал на море. Я не фанат пляжных валяний, поэтому так спаму кара Денису за все, а тут поеду-ка я на море, а тут что-то все в Турцию на море летают, а я мимо и мимо. Мне понравилось. Супер древние амфоры с свинишком, которые откопали в каком-то древнем загнувшем корабле. Старый город, он весь на холме, потому что большинство старых городов Турции стоят на холмах и наверху всегда крепость, потому что так удобнее защищаться от врагов. А это как раз был то ли день независимости Турции, то ли день рождения товарища Татюрка. И флаги были везде. Флаги... Парад торжественный был лагерно-морского флота. Кажется, был день незалежности все-таки. Что мы делаем в автобусе? Правильно работаем. Потому что работа сама себя не сделается. И в Турции довольно дорогой по нашим меркам. По меркам страны с самым дешевым в мире мобильным интернетом, в Турции довольно дорогой мобильный интернет. И прикол в том, что турецкая сим-карта активна 3 месяца. Потому что 3 месяца это максимальный срок, который ты можешь находиться в Турции легально по визе. Через 3 месяца у тебя карта автоматически деактивируется. И говорят, говорят слухи, что если ты, например, все еще находишься на территории страны, то сим-карта отправляет сигнал в миграционную службу, что ребята тут не бегают. Вообще в Турции довольно жесткий контроль общественный. Но гуманность. Когда там был карантин, там, например, все было по ХЕС-кодам. Был ХЕС-код, который ты получал по номеру телефона и по этому коду. Без этого кода ты не мог купить билет на автобус, на внутренние перелеты. В отеле снеселили без этого ХЕС-кода. Даже в метро не пускали. Но. Был один нюанс. Этот код можно было получить только по турецкому номеру. И как раз у меня многие друзья, знакомые, 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 как раз в то время летали в Турцию. В Майябре в самое время есть в Турцию. Она открылась. И я на свой номер получал ХЕС-коды, наверное, из десятка людей. Там можно, к счастью, на один номер получить много кодов. Мне пишут очередной знакомый. Можешь там для меня и для девушки код турецкий получить. Да, без проблем. Там просто на один номер можно, там вбиваешь номер паспорта. Я вбивал. Собирал чужие номера паспортов. Получал ХЕС-коды и наставал. Тебе код, тебе код и тебе код. Всем код, всем кокаин. А это далее. У меня насчет Анталии было много предубеждений, что Анталия, русло туристов, хурортный город. Оказалось, что в самой Анталии туриста почти нет. Сама Анталия это просто город. Там в городе и пляжей-то почти нет. А так это город и город большой, современный, комфортный, с красивым историорайоном, в котором я естественно посерился. С какими-то музеями, крепостями, встречательностью. То есть, если на пляже не ходить, то ты не догадаешься, что туда пакетников возят. Но, сидишь ты такой, вот это старый город, в котором я жил. Сидишь ты такой где-нибудь на... На, сейчас, под стаканечки. Сейчас я долистаю. Хэллоуин как раз был. Недавно. Недавно. Короче, я буду рассказывать это вне контекста фото. Сидишь такой где-нибудь на берегу моря, в старой части Анталии. Под ногами прибой прещет, чайки орут, красиво. И тут откуда-то издалека, белые росы, белые росы. И ты понимаешь, что это плывет корабль с русскими туристами. Он проклывает мимо тебя, громкость нарастает. Нарастают белые розы, белый бебедь на пруду. И шепкает херотень. Там на Павле видно, что очень нетрезвый народ дискотечит. Херотень мимо тебя проклывает, и снова все хорошо. Старый город Анталии. Местами очень старый город. Единственная достопримечательность Анталии. Такая выдающая. Там есть старые дома. Да, есть какие-то фрески на стенах. Но достопримечательность, именно достопримечательность, достопримечательность знаковая, она там одна. Называется Ворота Адриана. Каждый уважающий себя римский император, когда входил в какой-то город, он приказывал в честь себя любимого построить ворота. Даже не так. Перед тем, как входить в город, он приказывал построить через себя ворота. «Поставьте ворота им не меня, и я через них красивый на коне зайду». Вот через эти ворота заходил император Адриан. А еще Анталия – это стартовая точка Ликийской тропы. Это такой пешеходный маршрут по юго-западу Турции. Ты с южачком, можно с палаточкой, можно в селах ночевать. По горам где-то плюс-минус недельку чешуешь на природе по Турции. И стартует маршрут в Анталии. Там очень много граждан очень походного вида. Под любым с очками, в город с очках, вот это все. Я в этот раз не ходил по Ликийке, но я хочу где-нибудь пройтись. Люблю такие не слишком экстремальные и живописные маршруты. Стена Адриана и голубя. Ворота Адриана. Еще ворота Адриана. Ворота Адриана. Ворота Адриана. Анталийская барахолка. Всякие старинные штуки, лампы, чеканные монеты. А блюда, трубки, куклы, снаряды. Кто может определить, из какой отсутствуют эти снаряды? Вот какие-то такие в Харьке валяются местами, да? Как валяются? У меня Анталия неожиданно зашла. Я готовился к худшему. Я думал, что там будет такое. Внезапно город зашел. И так бывает. Вот эта баржа с белыми розами. Картинка звук не передает. Я на видео это снимал. То есть ты сидишь, вот на эту всю красоту медитируешь, и тут врывается. Что это? Кто-кто это? Ласковый дай, по-моему, да? Врывается в твой... Сейчас выражение подберу. В твой прекрасный инфопузырь. Море красивое. Кафешка какая-то была. С карикатурами на известных политических деятелей. Ну, политических деятелей, персонажей сериалов. Морис Берсонюк. Типичная... Типичная Антарья. Старая Антарья. Совсем старая Антарья. Самая-самая-самая старая часть города. Порт. Старый порт. Там рядышком. Единственный городской центральный пляж. Халавин. Веселый праздник. По моим фоточкам из Турции отлично видно, насколько в Турции... Как в Турции с алкоголем, да? Как раз до этого в Азии я особо не пил, потому что... Ну, зачем жарко. А в Турции уже в ноябре начало холодать. И периодически хотелось посидеть с бокальчиком красненького, закрутавшись в паренде и глядя на море. И думаю, что где-то холодный, серый, дождливый, грязный, ужасный ноябрь. А я здесь в Турции. А-а-а. Антарья. Из Антарьи много-много-много маршрутов, туров. К всяким там амфитеатрам, ведукам, гробницам. Скажите, я скажу, гробницы литийской культуры. Но я, честно, я в Стамбуле, в Эфесе уже на тот момент насмотрелся колонн амфитеатров, статуи и камни. И поэтому в Антаре я просто чилил, гулял по городу, играл в ингресс многое. Делал прикольные фоточки из-за угла. Ну, там тоже хорошо мне рассказывали ребятки знакомые. Вообще в Турции попересекался с кучей знакомых, что в Антаре хорошо брать в прокат машину и кататься по окрестному, кататься по южной Турции, кататься на машине в Каппадокию. Это намного удобнее, чем автобусами. В Турции отличные дороги. В Турции просто отличнейшие дороги. И относительно недорогой прокат автобусов. Сейчас я продолжу немножко показывать Анталию. А потом будет одна из самых-самых-самых крутых локаций во всей Турции. Самых недооцененных, кстати, локаций во всей Турции. Это всё ещё. Анталия. Мечеть, кстати, мечеть султана Аладдина. Почему я сфоткал, потому что это не просто мечеть, а султана по имени Аладдин. Вот там-там-там-там-там-там-там-там вдали там уже пляж, городской пляж Анталии. Но вот это я фоткал недалеко от того места, где я жил. Поэтому вот туда мне было в Лонд-Белядь. А с меня такой любитель пляжного отдыха. Это городской пляж, который выглядит как топчанчики. Даже нету песка, нету песчаной полосы. Просто топчанчики и на топчанчиках лежачки. Ковры. Купил в Турции одну из самых крутых своих трубок. Это турецкий специалитет. Трубка из пенки. Пенка и из неё в Турции делают трубки. Трубки из пенки, насколько я помню, делают только в Турции. Вот. Я ещё выложил эту фотку в канал. Мне тут же написало несколько знакомых. Купи, 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 купи мне трубку. Поэтому я там скупил несколько трубок. Тоже там. Начальная цена вот такая. Но я постоял полчасика, потрындил с продавцом. Цена уменьшилась в два раза. Потом он узнал, что мне ещё и друзья. Вот этому парню цена ещё уменьшилась. Накупил там полный карман трубок. Потом отправлял их в Днепр, в Киев, в Львов. Чем хороша пенка, если это птельная трубка курения? Пенка, она пористая, она впитывает смола. То есть сама чашка трубки – это природный фильтр. Ты куришь, и смола из табака впитываются в чашку. Чашка из-за этого со временем желтеет. То есть новенькая пенковая трубка, она белая, белоснежная. Чем она старше, тем она желтеет. Вот моя трубка уже начала немножко желтеть. Через несколько лет или десятилетий, я не знаю, насколько долгий процесс, она становится коричневой. А мы штуки янтарные. Кот. Я еду в автобус, рядом едет кот. Без билета. На мой взгляд, самая недооцененная и самая крутая природная локация Турции – это Каппадокия. Каппадокия – это такая область в центре Турции. То есть она далеко от Стамбула. От Стамбула где-то сутки ехать. Она далеко от пляжной южной части. Я из Анталии ехал в Каппадокию. Часов в 10-12 я ехал. Через горы ехать – все. Чем крута Каппадокия? Каппадокия – это вот такие вот скалы. В результате воздействия ветров, дождей, дождей ветров, ветров дождей за дофигища тысяч, сотен тысяч лет вымерли вот такие вот штуки. Там находятся следы жизни троглогитов, пещерных людей. Потом в пещерах, которые поводавривали пещерные люди, связанно с патологией, потом там ныкались от римлян первые христиане. Там местами потолки и стены расписаны самыми-самыми-самыми первыми веками святых. Вот это первый век нашей эры, когда вот только христианство зарождалось, и когда римляне христиан там нещадно звичками повезло, они бежали вот сюда, в территорию Турции, и тут ныкались в этих пещерах. Каппадокия – это большая территория, километров, наверное, не знаю, 30 на 30. Там разные лошадки. Там есть Красная долина, где вот такие красные скалы, есть Белая долина, где белые скалы, есть Долина мечей, где чеугольные острые скалы, есть Долина любви, которая, я покажу, если поймете, почему она так называется. В общем, локация очень-очень-очень крутая. Туда иногда возят пакетников на два дня. По мне, там вот неделька, и желательно с мотоциклом. С мотоциклом или мопедом, потому что на машине там с тобой не покатаешься, все-таки грунтовочка. А мопед, мотоцикл, иногда конь. Вот арендуешь коня, железного или живого, и тусишь по всей этой красоте. Пещерная крепость. Это огромная такая скала, и в ней крепость. Пещерные церкви. Ну и часть из этого охраняется ЮНЕСКО до смещенности, а частично это используется как амбары для сена, загоны для коров, сарай. То есть местные некоторые эти пещеры, в которых жили пещерные люди, используют в качестве сараев. То есть пещера, которую, возможно, выдолбил твой хрен знакомый далекий предок, ты в ней держишь коровку. Я, к сожалению, там ходил пешком, потому что у меня тогда не было международных право на мотоцикле, были только азиатские. А так там все-таки лучше на колесах, да. Да, я хочу сказать, что предок он уже давным-давно почил, и честь его хамала, а коровкам где-то жить надо. Да, и не исключено, что он нам тоже коров держал. Мне на самом деле нравятся такие штуки, когда какие-то исторические локации древние пылят за забором или под стеклом, вплетены в современную реальность и активно используются современным человеком. Мне кажется, это прикольно. Пехерная церковь. И оно все разное. Все эти ландшафты, они разные. Да. Включил. Не слышу. В Каппадокию мы летали самолетом из Стамбула быстро и дешево. Там дальше маршруткой до Каппадокии довезли. Ну не в Каппадокию, а не в Шахир, наверное. В какой-то городок, от него меньше часа езды гусиком. Ну вот не в Шахир ближайший порт, а оттуда газелькой. И как? Очень потрясающе. Мы тоже пешком ходили до усмерти. Но впечатления огромнейшие. Главное, не было туристов практически в скалах, в ущельях. То есть свободно, красиво. И местные здороваются. В общем, просто потрясающее впечатление. Да, потому что местные, которые нормальные местные, которые не задействованы в материях для русских, они, турки, они гостеприимные очень, приветливые. А что хотел сказать насчет мало туристов? Да, мне тоже повезло в какой-то мере, потому что это всего еще был ковидный год, карантин, тоже было мало туристов. Вот это три локации на территории Каппадокии. Вход, въезд на территорию Дарины бесплатный. Но внутри есть несколько огороженных локаций за плату. Там, где лучше всего сохраняется пещерная церковь. Там есть их локации, где самые-самые-самые-самые-самые сохранившиеся церкви. Некоторые гиды местные туристам втирают, что здесь снимали татуин в «Звездных войнах». Нет. Это наглое вранье. Это придумали местные гиды, как заморок футболистов. Никакие «Звездные войны» там не снимали. Ланшафты похожи, но нет. Это церкви нулевого первого века нашей. Там можно горшочки полепить за скромный донейшн. В Каппадокии ты можешь жить в нормальном отеле со всеми удобствами, теплым, красивым, с ванной. А можешь жить в пехерном отеле. Пещерный отель – это с понтом типа круто, потому что ты живешь в пещере. Но пещерный отель – это в 3-4 раза дороже, чем обычный отель, потому что он пещерный. Там холодно, сыро, мало света, херовый Wi-Fi, но зато ты живешь в пещере. Я, честно, не понял этих понтов. Снял просто обычную комнату в обычном кистхаусе, потому что мне дороже собственный комфорт, чем вот такие недешевые понты. Да. Ну, мне повезло. Я снял как раз в пещерном, думал, кидало, потому что было дешевле, чем в остальных приличных номерах. Друзья сказали, поедем на риск, в случае чего поменяешь место. Выяснилось, что буквально месяц с небольшим, как открылся отель, человек делал себе рекламу. Ага. И повезло с погодой, как он мне сказал. Погода уже стояла сухая, поэтому влага ушла из скалы, из внешней комнаты. Поэтому мне удивило, что душ очень влажный. Ты заходишь буквально через 10-15, там где ты принял душ, это еще более глубокое место, и скалы в себя вытянули вот этот пар. А тогда, многие говорят, очень-очень влажно при неудачной позиции комнат, при неудачной позиции скалы. Обычно часть скал сухие, а часть реально жутко влажные. И сырость непросыхаемая. А вайфай реально или на подоконнике, или выходить на веранду. сухо. Угу. Вот я тоже это почитал и решил, что у меня лучше хороший интернет с сухой и теплом. Но в целом, да, это пещерный отель, это уникальный экспириенс, фишка локации, ты живешь в пещере и все такое. тыквы. Это тыквы, из которых делают емкости для воды, или абажуры. Абажуры сушеные, крашеные тыквы. Это вот та самая тыква-горлянка, из которой в средние века делали всякие бутыли, фляги. Да. Это те самые тыквы, которые в турецком Гамбите похожи, да? Которые что? В турецком Гамбите. Там фляги были сделаны из тыквы, ну там в одном из этих. Это если читать это самое Акунина, Сраера Сафандорина, я в свое время зачитывалась, то там как раз в турецком Гамбите, в одной из книг про Акунина, были фляги из тыкв. Честно, не читал. Только кино смотрел. Это очень известная локация в Каппадокии, магазин ковров, в котором очень любят фоткаться. Он несколько этажей, там можно зайти внутрь, лечь, посмотреть ковров, волосы скидать по коврам, и тебя сверху, там со штатива или с дрона с верхнего этажа сфоткают, как ты валяешься среди ковров и подушек, вокруг одни ковры. А правда есть один нюанс. Есть один маленький, очень маленький нюанс. Фото от 70 до 90 евро. 15 минут фотосессия на свою технику – 10 евро. приватная фотосессия 30 минут – 68 евро или 82 доллара за фотосессию в коврах. Так что, у кого есть в квартирах бабушкины ковры, берите на заметку, это идея для стартапа. Вот это я считаю Абдиралова. Ага. Это хозяин гостиницы, он местный, у него там поколения жили в окрестных деревнях и свяжался, что в последние годы зона Каппадокия становится все более и более туристической и все менее менее турецкая. Сказал, что даже хорошую турецкую кухню там надо знать, где найти теперь. Кстати, да. Под более умеренно европейская. С кухней я заметил. Кстати, это была проблема. Я очень люблю турецкую кухню, и я в Каппадокии именно что искал турецкую кухню. И знаешь, что мне еще неприятно удивило? Там даже она становится не все более европейская, а все более китайская. То есть, когда я был там в прошлом году, там уже было три специализированных китайских отеля и несколько специализированных китайских ресторанов. И вот тут вот тоже надпись как бы на китайском. Скоппадокия, она становится даже не более европейской, а более китайской. Кстати, интересный момент рассказал хозяин гостиницы, уже ближе, когда мы уезжали, про наш номер. Вот, он сказал, ну, то есть, ему было приятно услышать наши похвалы, что все хорошо в скале, но он говорит, на самом деле это не совсем все в скале. Передняя комната, большая часть, это искусственно так, я нанял хороших дизайнеров, которые мне строили, что они продолжили в скале только задняя часть комнаты и душеваясь, ну, душ с ванной. Вот, но дизайнеры такие профессиональные, что даже выемки под лампы и типа кувшины сделали так же, как у нас в пещерных городах. Они сделаны, будто они в древности выточены. Вот, и он говорит, в принципе, многие отели тоже так же поступают, так что не все, во что вы поверите, это действительно настоящее. Я с тобой полностью согласен, что Каппадокия постепенно туристичнейшится. А кстати, 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 ты где же, в Гримене? Я не помню, по-моему, в Гримене мы все-таки ездили, очень маленький поселок, который внутри чаши буквально находится, и там ничего нету интересного. Но там выход в Красную долину, в Розовую долину чуть-чуть дальше, и все. То есть, честно говоря, я не помню название. Слишком сложно. Сентри, Сентри, это Гримене? У нас не было, по-моему, в Гримене там крепость старинная стоит, если я правильно помню. Не-не-не, крепость Ускударная. Ускударная крепость имеет оценку. Тогда я даже не помню, где я жил, но речки у нас не было тоже. Понял, ну вот это Гримене, это видно Гримене. По виду очень похоже, если это только одна чаша, маленькая такая. Но я боюсь, что там очень многие городки очень похожи на такое. Возможно, я просто был только в Искударе, где крепость и Гримене. Следующий. А я по поводу ковров хотела сказать. Ты не прав, ты когда-нибудь пробовал почистить несколько ковров от длинных волос. Я бы тоже за это деньги брала. Чистить квартиру с ковролином, если в ней живет трое длинноволосых людей. Желательно руками или щеткой? Окей, я услышал, но все равно мне кажется, что 70 евро за одного человека, который 15-30 минут валяется на ковре – это перебор. Вот в низине это Гюреме, а со всех сторон там уже вверх, вверх, вверх гора пошла. Вот эти скалы – это самое ближнее. Это, кстати, сараи. Это все сараи местных. Я уже был, когда было холодно, это уже ближе к концу ноября. В то время как на юге Турции в это время еще можно купаться солнышко и тепло. А Каппадокия, она в центре. Ее не додувают теплые морские ветра, ее не обогревают теплые морские течения, поэтому там холодно, там зимой снег бывает. И в целом погода там, говорят, so so часто. Дожди бывают. Осень очень мокрая, дождливая. И в Каппадокии, в Каппадокии, в Каппадокии одна из причин, почему туда ездят, над этой всей красотой, этой всей красотой можно полетать на воздушном шаре. Дальше будут фоточки. Виноградик. Вот одна из древних церквей. Тоже много-много-много фото камней. Камни, 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 камни. Тыква, 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 тыква. Камни, камни, камни. Ковры. Я вот фоткался там, уже было где-то плюс 10 минут, холодно, я ходил в хутике, в шарфе, и рядом на балкончике фоткались девочки в мини, в топиках такие инстафото, и мне на них, что называется, было холодно смотреть, то есть я вижу, что они там дрожат, губы посиневшие, но нужно же сделать эротическую фоточку в инстаграмчик на пронизывающем холодном ветру, мокром, влажном, плюс 10, ночью до минусов, вот я утром ходил в кофеинку и грелся возле буржуки, потому что до минус 2-3-4 утром, и вот эта белая долина, отличается предыдущей тем, что скалы белого цвета. В большинство этих пещер, в которые не сарай, можно залазить, лазить там по этажам, по камням карабкаться, люблю такое дело. А вот эта штука, которая там часто продается в осенне-весенний сон, такие пончи очень теплые, шерстяные, уже стоило. Короче, цену я сбил при итоге в три раза. Это белая долина, выход из... А это долина любви. Угадайте, почему она называется долина любви. Любовь. 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 Клепкая, долговечная, прочная любовь. Любовь. Самое интересное, что долина любви, это окрестили уже европейцы. Сами турки называют вот эти вот хуйка... Столбы любые называют волшебные дымоходы. А уже всякие пошлые европейцы называют долину любви. Еще, еще немножко любви. Тебе любовь. И тебе любовь. И вот вам любовь. Это товарищ фоткал, смотри, говорит, чувак, вот тебе любовь. Бесплатные ковры. В смысле, ковры платные, вас фоткаться можно бесплатно. Коняшки. На коняшках можно поскакать по долинам. Много фотокамей. Больше фотокамей. Белая долина. Еще, еще немножко любви. Любовь виднеется. А насчет туристов. Основные скопления туристов в Каппадокии, они на обзорных площадках. То есть, есть места, в которые можно доехать уже. Туда привозят основную массу туристов. Обычная такая полянка или площадка где-нибудь наверху на горе. Вот тут, может, даже... Нет, это кусты. Ладно. Обычно на другую площадку привозят основную массу туристов. Они там тусят 5-10 минут на площадке, фоткаются на фоне краевыдев и едут дальше. А так, чтобы там пешком, да, действительно, там пешком между всеми этими камнями мало кто гуляет. Вот. Это воздушный шарик. В Каппадокии это стоит очень дешево. Полет на воздушном шаре, ну, когда я был, это был еще низкий сезон. Ковид, все дела, это мне пошлось 50 евро. В сезон, ну, вроде как, это стоит 100 евро. И это дешево. Естественно, я по работе когда писал статью про полеты на воздушном шаре в разных странах, в разных точках мира. И в Каппадокии они чуть ли не самые дешевые. За эти 50-100 евро ты получаешь, что тебя утром до рассвета еще будут, везут тебя на поляну. Там куч-куч-куч-куч-куч этих шаров. Ты смотришь, как их поднимают, надувают. Такой вау-вау-вау шар надувают. Холодно. Очень холодно. Это руль. Если вам всегда было интересно, как рулят на воздушном шаре, то вот так. Там эта штука на подвижных креплениях, человек там увеличивает, уменьшает огонь, направляет ее в разные стороны и регулирует высоту и направление. Там ты садишься в корзину. Многие, вот у меня знакомые, собирались в Каппадокию эту весну и спрашивали, они думали, как и многие думали, что там в этой корзине тебя один-два. На самом деле у вас в этой корзине человек 15. Корзина большая, корзина размером, вот тут видно, она размером с маршрутку небольшую, но она большая, она разбита перегородными поручнями, разбита на ячейки, на сегменты. В каждой ячейке по 2-3 человека, то есть вы там не толкаетесь, кругу не мешаете, у всех хороший обзор. Да, можно за тысячу баксов, кажется. Можно взять приватный полет и полетать одному или парой. Ну, зачем? Там вывешивается снаружи вот экшн-камера, которая тебя снимает, вас всех снимает с всех сторон, ты потом по прилету, по приземлению можешь купить фото, видео со съемкой тебя, как ты летишь в корзине. В это же время внизу стенеющие, мерзнущие девочки жертвуют собой ради искусства, фоткаются на фоне шаров в платьюшках. А это ранее, когда это рассвет, тогда очень холодно, но искусство требует жертв. Я в Гималаях на высоте 5 тысяч метров видел девочек в платьюшках. Инстафото требует жертв часто человеческих. На запуске шаров я первый раз в Турции видел вооруженную охрану. Там многие бусики приходили с одним автоматчиком в форме. Да, да. Ну, там как-то заехала огромная партия бусиков, и вот это меня потрясло. Правда, у некоторых автоматчиков то ли родственники там были, то ли еще что-то. В общем, подошли бабушки и беседовались, а он стоял с таким лицом, что просто не знал, куда от них деться. И когда его позвали в машину, он так счастливо побежал. А дальше они поехали куда-то в сторону, где шары должны были садиться. В тот раз они садились не на точке взлета, потому что взлетали не на рассвете, а в середину дня. Думал, что-то, не знаю, военных для топографической съемки привезли. Не-не-не, это военная охрана была, а там много то ли китайцев, то ли корейцев было, еще какие-то непонятные европейцы. То есть там была непогода очень долгая, возникла большая очередь на взлеты. И тут дали, но дали взлет не рассветный, а в середине дня, с тем, что маршрут будет не круговой, как обычно. Вот это было достаточно понятно. Может, какие-то важные гости? Да, кстати, вот хорошо, что ты напомнил насчет шаров. Ты полет на шаре, ты бронируешь заранее, и ты узнаешь о том, что ты летишь вечером накануне, потому что погода может быть нелетная. И насколько будет летная погода, ты узнаешь за ночь до вылета. То есть если ты там на день-два, то тебе может вообще не повезти, и ты можешь не полететь. Я поэтому там снимал уже на неделю, чтобы с гарантией, что может... Да, есть прогнозы, есть сайты с описанием летной погоды, но погода такая штука может поменяться. Я ждал три дня. То есть я приехал, забронировал шар, на следующее утро было нелетное, потом снова нелетное, потом снова нелетное, и на четвертый день уже была летная погода. И корзина выглядит вот так. Там где-то полтора-два десятка человеков. Но это совершенно не портит кайф. Потрясающе красивые виды. Полет длится... Ну, до минут 30-40. Тоже зависит от погоды, от всего. И причем пилоты, водители воздушных шаров, они еще периодически снижаются, так что корзина там чуть ли не по скале чурканула, иногда лихачатся между камнями, пролетая. Тоже зависит от того, какой пилот, насколько пилот хочет повыделываться. Некоторые я видел просто там. Улетели вверх и парят себе. А пилот корзины, в которой я был, он как раз опускался, чтобы корзинкой по скалам, почти до земли, потом снова вверх, лихачил там по-всякому. Шары. Это низкий сезон. Это ковидные ограничения. То есть в высокий сезон, летом, там разгар лет, там жарко, там под сороковник. Континентальный климат. Сезон, насколько я помню, это сентябрь, сентябрь, май, май, сентябрь. Лучше время, по-моему, я могу ошибаться. И там действительно бывает очередь, потому что шаров тупо на всех не хватает. Очень крутой экспириенс. Тебе по окончанию еще выдают бесплатно сертификатик, дипломчик, что вот ты летал на воздушном шаре, такой-то компанией. Молодец какой. Можно посмотреть на всю-всю-всю-всю-всю-всю-всю-всю-всю Каппадокию. Обозреть ее. Су-су-тыпки еще полетом. Вот так это выглядит. Взлетаешь до рассвета. Как раз, пока ты находишься в воздухе, солнышко встает. Красота. Это красная долина, потому что скалы красноватого цвета, ваш капитан. Вот тоже спускаются между скалами, пролетают, выделываются. Вот так. И он делает кружок, приземляется. Я тоже приземлялся не совсем там, откуда стартовал, но рядом, на соседней поляке. Вот, 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 вот. Ускудар, которая крепость на скале, вдалеке, он на краю долины. В Сент-Рик-Риме, и рядышком какой-то городок тоже на А, который город Гончаров. Там каждый второй житель Гончар. Кто не Гончар, тот ткач. И снова, 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 снова меряем. Гаражи. Данис. Данис. Все, что называется, кейв-хаус, на самом деле, кейв-хаус. То есть, это вполне себе рухотворная постройка, но красиво обозвали кейв-хаус. Турецкие завтраки. Турецкие завтраки. И, кстати, в Каппадокии ценничек повыше, чем там же Стамбул. Вообще, из популярных, из крупных локаций, Стамбул самое дешевое. На юге ценничек повыше, а в Каппадокии ценничек еще повыше. В Стамбуле, по-моему, дешевле всего. Неделю там было полазить хорошо. Хорошо, душевно. Да, я там, там, если с транспортом, там можно еще есть какое-то розовое озеро, где вода розового цвета. Есть какие-то пещерные, подземные города, которые сверху скала, внизу туннели города. там куча-куча-куча-куча. Есть какая-то локация с каменными головами, как остров Пасли, помельче. Но на это нужен либо транспорт, либо тур. Тур это дороговато, транспорт нужны провать. В следующий раз в Каппадокии я обязательно там буду на своих колесах. Но в этот раз, когда я был, я чисто пешком шарился. Для первого знакомства это окна. Это уже Долина Мечей. Панорамка Каппадокии. Батя наш это Турк. И после Каппадокии я снова поперся в Сиричок, потому что мне там очень понравилось. Там было очень душевно. Покупал марки. Вот это вот пять марок. Четыре мелких и одна длинная. Ровно столько нужно марок, чтобы отправить открытку из Турции за границу. Что такое марка? Почтовая марка это оплата стоимости пересылки открытки. И в разных странах для того, чтобы отправить за границу письмо или открытку, нужно разных отличиться марок. Марки бывают разного номинала. 50 марочка 4 лиры. То есть стоимость при отправке открытки из Турции в Украину 6 лир. И ты покупаешь большую марку за 4 лиры и 4 мелких марки на 50 копеек и клеишь это все на одну открытку. У меня места для подписи тупо не оставалось. Ты всю поверхность задней открытки тупо заклеиваешь марками. Очень неудобно. Снова, снова, снова. Прекрасный сельчук. Глубокая осень. Храм Артемиды. Пошел в поле, сорвал гранат, сел на древнеримском храме, сожрал гранат. Подземный переход. Подземный переход в довольно глухом турецком поселке. Это переход с выходом на платформу сельской электрички. К слову про транспортную инфраструктуру в Турции. Транспортная инфраструктура в Турции охрененно. Я об этом говорил в начале, скажу еще раз вам. Просто охрененно. Представьте, чтобы у нас в селе, всегда даже не в райцентре в селе, был вот такой переход по GD путями и такой выход на сельскую электричку. Возможно, что-то не знаю, где-то такое реально есть. Не знаю. Вот, выход на электричку. Электричка до Измира. Там, недалеко от Сречука, один из крупнейших городов Турции, Измир, который, говорят, тоже очень интересный, красивый, все такое, но я туда уже не заезжал, потому что и так было много локаций за три месяца. Ты можешь сорвать мандарин или гранат в поле бесплатно или можешь купить за 16 грн. килограмм. Уже сорванный. Или сорвать. Снова Эфесус скидал немножко дам. А, нет, это не Эфесус. Это базилика Иоанна Богослова, с которой видно даже немножко моря. Да, это базилика Иоанна Богослова, которую сильно-сильно порушили. зеленые тесения, поэтому от него остались редкие колонны, камушки, но очень неплохой вид. Вот, 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 вот там за минаретом море. Иоанническое, эгейское. базилика. Базилика тоже крутая, но я понимаю, что на фото эти все камни, колонны, руину совершенно неотличимы. Крестилина, то есть вот сюда вот заливалась вода, освещалась священником, крещаемый, короче, человек, который подвергается крещению по ступенькам вот сюда вот опускался его там во имя отца и сына ля-ля-ля и он выходил уже крещеный, освещенный, благословленный и бафнутый на удачу, агилити, страницу и так далее. И на базе еще выше на гору залезть там крепость, там нифига не осталось камни, 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 но зато вид на окрестные поля. Поля, 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 городки, поля. Вот так выглядит вся, хорошо, не вся, западная, больше западная странная Турция, небольшие горы, холмы, полупустынные пейзажики, небольшие городки и в целом все. Очень мило. Тут вроде как могила того самого святого Иоанна, но это не точно. камни-камни-камни, камни-камни, кресты-кесты. Очень много очень древних камней. А, это на фоне колонны Артемиды, храма Артемиды я снимал для храма видео по йоге с такого-то момента. В самых интересных локациях снимал йога-туториал. Я делала какую-нибудь практику получасовую, потом заливала это на ютубчике для патронов с патреона, для отдельной категории патронов заливались уроки от сертифицированного йога-тичера из разных точек мира на фоне разных красивостей. И да, да, идею пули не убьешь. Все. Это Стамбул. В конце я сделал круг. Я вернулся в Стамбул и попал на очень интересную выставочку. Очень интересную выставочку на Горный Карабах, если кто не знает, это такая территория между Арменией и Турцией, на которой Турция война... Ой, Турцией. Азербайджаном. На которой Азербайджан воюет с Арменией. Местный сепаратистский регион, образовавшийся при непосредственном участии Российской Федерации, кто бы мог подумать действительно, там Россия помогла Армении незаконно отжать у Азербайджана кусок их территории. Короче, классика. Азербайджанская Россия. Относительно недавно в 20-м году Азербайджан отвоевал какую-то часть Карабаха обратно себе. Азербайджан страна, страна сестра, страна брат, страна... Короче, Азербайджан это как Турция. Только Азербайджан. У них очень похожие языки, у них практически идентичная культура. Видите, у них даже флаги. Вот это все тюркские народы и Азербайджан такой себе кусок Турции. Только через Грузию. Подготовка к Крисмасу. Вот собственно и все. Из Стамбула я уже прилетел в Северную Македонию. Да, вот фоточка из самолетика и все. И я я бы мог еще поднять старые фото и показать Анкару. Честно, оно того не особо стоит. В Анкаре ничего особо интересного нет. фоточки там говерные и я могу стал. Поэтому если хотите спросить, сказать, дополнить, уточнить по Турции, то я весь ваш. Разумных пределах. если нет, включу, 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 дам всем право голоса. Демократия. Демократия. Использую заклинание, заклинание гласности. Кастую на вас всех гласность. Тебе гласность. И тебе гласность. и тебе гласность. Вот. Да. И тишина. Окей, тогда, тогда, тогда я сделаю такой небольшой этап по Турции, который можно вложить в одну фразу. Турция куда? Турция очень, очень, очень крутая, очень разнообразная. Там еще есть, на востоке страны, есть озеро Ван. Большое, крутое озеро, на деревьях которого живут водоплавающие котики. Ванские котики, это отдельная порода котов, которые любят купаться и там пламают в озере. Там рядом с озером Ван есть большой красивый нацпарк, который упирается в гору Арарат, которую Армения считает своей, но хер там, она на территории Турции, поэтому это турецкая гора. Там можно сходить на гору Арарат, на которую Ной в свое время пришвартовался. Там есть прекрасный Краденис, северная Турция, где своя культура, своя атмосфера, свои приколы. Что там еще есть? Есть по Муккале белые, белые такие ступеньки, терраса, по которым водичка стекает. Я уже не заезжал, потому что на какую-то минуту я уже устал, и там не очень неудобная логистика была. Вот. Что там еще есть? В общем, в Турции много всего крутого. Крутая природа, крутое море, четыре моря фактически. Крутая архитектура, крутая культура, крутейшая кухня, крутейшие города. Вот есть из Мир, до которого я не доехал, который как бы трое древнее. Та самая. Не совсем, да, но рядышком там была. В общем, я очень-очень советую лететь в Турцию не пакетно-отельным туром, а именно в Турцию-Турцию отмечать, заранее выбирать какие-то локации, садиться на автобус или лететь внутренним перелетом и просто самостоятельно смотреть Турцию. Оно-то стоит на все 200%. Ну, единственное, я тебе писал в этом чате по поводу у меня есть знакомый один в Днепре, он мотоблогер. И вот он по всему миру путешествует тоже, и вот у него есть цикл именно про Турцию. Если кому-то может будет интересно, я писал, читал, не читал, кто-то не знает. Лично тебе может будет тоже интересно, если ты собираешься там на двух колесах, в транспорте могу скинуть. По Турции, я думаю, что лучше на четырех колесах. Мне почему-то кажется, там лучше на четырех. Она большая дорога. Мое дело предложить. Я понимаю, у меня тоже есть товарищ, он харьковский, как харьковский, жил на Пятихатках, то есть сейчас немножко негде жить. Он как раз вот тоже всю Турцию, исколесил сначала на мотоцикле, потом на машине, потом снова на мотоцикле. Я в Турции был три раза и хочу еще. Хочу еще, хочу пройти Ликиевскую тропу, погулять там, хочу больше, больше попасть в Юг, потому что на Юге много древних гробниц, следов древних городов, много всяких нет. Хочу добраться, куда я не добирался, до восточной частью я покатал хорошо так по северной, центр, запад очень хорошо, юг неплохо, а вот до востока страны не добирался. Турция крута, на этом я заканчиваю запись. запись.